У нас есть группа машин-лёрнинга, и она сегодня будет представлять. Я просто что-то по машин-лёрнингу могу предложить. Ну, мне кажется, что если сейчас нет готового какого-то тематики и предложения, то лучше просто занести в документ. Документ занести не успел. Ничего страшного, то есть сейчас же мы рекламируем темы. Рассказать могу, а в документ занесу потом, конечно, да. Ну, документы, ну, потом, соответственно, студенты их выбирают, и если я правильно понимаю, то студенты выбирают вплоть до середины декабря. Виталик, а ты здесь? Да, привет, я тут. Я сейчас разбираюсь просто с записью и всем остальным. Консенсация на Twitch уже идёт. Консенсация на Twitch уже идёт, да. А студенты присоединяются к Twitch, и где мы отвечаем на их вопрос? А кто занимается машин-лёрнингом-то у вас? У нас основные руководители – это Андрей Фильченков и Ваня Сметанников. Но в целом темы по машин-лёрнингу предлагают разные ребята. Ну, я в том числе каждый раз говорю, что у меня есть пара тем по машин-лёрнингу, но ненавязчиво. Ну, то есть ясно, что машин-лёрнингом как инструментом пользуются почти все научные направления, но чтобы этот инструмент был одним из основных, скажем так, в научной тематике, такое встречается не сильно часто. У меня есть кое-какие там предложения по поводу развития именно неких алгоритмов машин-лёрнинга. Ну да, конечно, почему бы и нет. Если кого-то вдруг у вас это интересует, там вполне живые вещи есть, на самом деле. Понимаете, больше, чем не меньше, чем. Но мы не можем гарантировать, что много студентов к вам пойдёт. Это понятно. Скорее всего, никто не пойдёт. 99,999% вероятности, что вообще никто не пойдёт. Тема у вас до хрена, а студентов мало. Понятно. Это не... Ну, студентов, если я правильно понимаю, опять же, Виталик, ты меня можешь поправить, но на четвёртом курсе сейчас около 80-90, в магистратуру поступило, соответственно, 40-42. То есть ещё есть молодёжь третьего курса, которых... Курсовые писали. Дело в том, что в прошлом году там какие-то студенты пришли, но студенты пришли, очевидно, неадекватные, потому что в течение месяца они были у вас просто отчислены. Причём не из-за нас. Они там, у них какие-то долги были, причём, по-видимому, какие-то такие масштабные долги, что их просто отчислили вообще без вопросов. Да, да. То есть, действительно, на самом деле, мы... О чём вся эта ситуация? Это, по сути, про переранжирование. Переранжирование, да. То есть, зачем мы рекламируемся, или зачем каждому из руководителей представлять свои темы за тем, чтобы к нему как раз, возможно, с горящими глазами больше людей пошло. В целом, ясно, что так иначе каждый себе выберет тему, но, к сожалению, не каждый студент мотивирован. Даже получать диплом возможно. Ну, так же, как всегда и было. У вас сейчас появление, что вообще люди вот так вот перед дипломом, значит, с долгами и отчисляются, причём без желания даже, в общем, закрыть долги? К сожалению, такой процент есть. Не то, чтобы таких много, опять же. Если человек хочет сделать диплом, он его в любом случае сделает. То есть, опять же, никакой, скажем так, супербольшой нагрузки. Надо просто постоянно работать, соответственно, нарабатывать тебе материал для диплома, оформить это всё в текст. И даже если у тебя не научная, инженерная разработка, даже если там она не суперблестящая, всё равно как бы никто не будет ставить два или выгонять предзащиты. Ясно, что надо аккуратно собрести все процедуры. И ясно, что у нас там, например, пять человек было в прошлом году, которых не допустили до защиты, но исходя из того, что у них не было на тот момент вообще готовый диплом. Забавно, что это у нас такое же идёт небольшое интервью, по большому счёту, перед большим числом студентов. Да, студент, соответственно, все участники могут задавать вопросы, как в чате. Также я приведу, видимо, какой-то опрос, что у нас вообще происходит перед встречей. Ну и предлагаю начать Виталиков 15.05, скажем так, официальное вступление. А пока у нас рубрика свободного обсуждения у тех, кто включил камеры. Просто интересно, что, не знаю, я просто помню по таким позднесоветским, ранне-постсоветским временам, вообще вот такое, чтобы отчисление перед самым дипломом, это была какая-то, ну, дикая редкость. Даже не знаю, что нужно было для этого сделать. Обычно для этого надо не написать диплом. Ну да, но как-то вот такого даже, по-моему, я что-то не помню, бывало ли такое вообще. А можно попросить записывать и куда-то выложить? Ну, во-первых, у нас идет сейчас трансляция на Twitch. На Twitch автоматическая запись идет. Правильно, Виталик? Виталик, скажи, пожалуйста, ты собираешься это выложить потом куда-нибудь? Нам вроде говорили, что там какая-то проблема с Twitch была, что записывать будут только те, кто с экрана пишет. Виталик, ты с нами? Ответь, пожалуйста. Похоже, что пока нет. Ну, подождем Виталика, чтобы он включил рекорд у себя на компе. Слушайте, а тут уже 48 человек, между прочим. Отлично. Вова, подскажи, пожалуйста, еще раз, какой будет регламент сейчас? Регламент заключается в том, что я, соответственно, в какой-то очередности вызываю руководителей. Сначала сам представлю, что я думаю по этому вопросу. Буду вести, по крайней мере, первых два часа, а потом посмотрим. Регламент в том, что каждому руководителю отводится ориентировочно пять минут на презентацию. Можно, соответственно, будет пошарить экран, можно экран не шарить. Можно просто красиво, руками помахать перед камерой, заинтриговать своими горящими глазами и темами. И вот там у нас среди желающих от Кирилл первым выступить и Евгений. Потом идем в каком-то более-менее распорядке наших тематик. Слушай, а руководители, ты имеешь в виду руководители больших блоков или именно руководители тем? На какой конкретно вопрос ты хочешь найти ответ? Пять минут на руководителя. Сергей, на какой вопрос ты хочешь найти ответ? Да, под руководителем подразумевается руководитель лаборатории или руководитель темы диплома или курсовой работы? Я имел в виду руководителя дипломов. То есть вот у вас там вы сейчас числитесь в списке как бесконечная лаборатория машинного обучения. И, соответственно, если вас трое, например, ты, Андрей и Ваня, то, допустим, вы за 15 минут положитесь. Понял тебя, хорошо. Ну, опять же, основная идея – это не донести технические детали которые изложены в документе. То есть, опять же, у нас сейчас формат скорее рекламный слэш заинтересованный в том плане, что мы хотим заинтересовать своими темами, а все остальные детали уже уточняются, во-первых, в документе, а во-вторых, по почте с руководителем. Я это вижу себе там. Привет, Петр. Рад тебя видеть. Здравствуйте. Петр, я правильно понимаю, что ты тоже хочешь чем раньше, тем лучше выступить и заняться своими делами? Ну, на самом деле, это непринципально. Прости, пожалуйста, я обращался сейчас к Петру Кузнецову. Я так понимаю, что нам хорошо бы Полину с темами от Полины и Валерия Вяткина тоже попытаться до четырех пропустить в качестве еще одного констраента. Я не вижу, на самом деле, сейчас ни Полину, ни Валерия, но это, возможно, потому что у нас уже 60 участников в чатике. Я неожиданно отключился, я прослушал вопрос. Петр, ты хочешь раньше выступить и... А, нет, и чем раньше, тем лучше, да. Чем раньше, тем лучше. Поэтому я подключился вначале, да. У нас идут сначала, да, скажем так, с иностранной афилиацией. Я очень быстро. Хорошо. Ну, мы начнем через минуту. По длительности мероприятия. Мероприятия. Ну, смотрите, опять же, это мероприятие не является официальным. То есть оно сделано для вас, а вам надо решить, на какое время сдвинуть практику. Ну, интересно. Смотрите, мне кажется, что обычно укладывается в часа два, но мы в первый раз это делаем онлайн, и мы посмотрим, как получится. Виталик, ты здесь? Ответь, пожалуйста. Простите, а какого Виталика вы ищете? Аксенова. Если часики на 60 человек, то не так просто. Хорошо. Ладно, коллеги. Сейчас. А, вот, все, рекорд включен. Итак, давайте начнем. Я рад всех приветствовать. Меня зовут Владимир Ульянцев. Я в настоящий момент заместитель декана по науке, факультета ИТИП, и руководитель лаборатории, которая в связи с этим всем связана, и я рад всех приветствовать. Давайте, мне тоже интересно, познакомимся с вами, не только с руководителями, которые сейчас здесь присутствуют, но и со студентами. Можете, пожалуйста, включить микрофончики на минуту и сказать, есть ли здесь представители третьего курса? Да, есть. Да, есть. Да, есть. Классно. Есть ли здесь представители четвертого курса? Да, есть. Да. Да. Рад всех слышать. А есть ли здесь представители пятого курса? Да. Один за всех и все за одного. Извините, что-то я как-то пропал. Привет всем. Ты что, у нас приблизительный порядок есть? Виталий, я уже начинаю, да. Ты меня сейчас немножко перебиваешь. Двини, пожалуйста. Да, давайте послушаем, есть ли у нас здесь представители шестого курса, в смысле второго курса магистратуры? Тоже. Тоже один. Я понял. Кого я забыл? Кто здесь есть еще? Может быть, не с факультета и тип, может быть, студент какого-то другого курса. Про кого я забыл? Есть второй курс. Рад вас всех приветствовать. У нас можно начинать брать курсовые и на втором курсе тоже. Обращайтесь к руководителям. Это в инициативном порядке. В общем, в целом, если я правильно понимаю, то это мероприятие суперинтересно. Четвертому, пятому и шестому курсу, которому более-менее обязательно выбрать темы работы. И представителям третьего курса мы также рады, потому что действительно научная работа или хорошая дипломная бакалаврская работа делается не в слыхах на четвертом курсе, а делается более долгое время. И мы рады вас всех видеть и будем рады дать вам интересные задачи, найти вам интересные проекты уже на третьем и на втором курсе, если вы, разумеется, хотите этим заниматься. И у вас есть на это время постоянно, раз в неделю делать, общаться с руководителем и так далее. Собственно, я уже сейчас призываю всех подойти к вопросу бакалаврского и магистрского курсового проекта как к проекту. То есть это проектная деятельность, которая подразумевает то, что мы работаем долгое время, это не олимпиадное программирование, мы не за пять часов пишем контест, это, к сожалению, более длительный процесс, который всегда связан с тем, чтобы мы работали и общались с руководителем, со студентом. У нас постоянно возникали сложности, и мы постоянно их решали. Итак, давайте тогда я буду передавать слово постепенно руководителям, и они будут, соответственно, говорить про себя, про то, чем они занимаются. Будет здорово, если руководители будут включать камеры, чтобы их было видно или шарить свои презентации. И давайте начнем по запросу с Кирилла Когана. Кирилл, пожалуйста, представься. Меня хорошо слышно? Да. Меня зовут Кирилл Коган, сейчас я попробую шарить экран. На секундочку. Видно экран? Извините. Да. Видно? Спасибо большое. Меня зовут Кирилл Коган, я на данный момент из университета Ариэль, в нашей группе играли. Вот, двинулся, в принципе, двинулся в Израиле после того, как провел какое-то время в Европе, в Америках, в Пурдю и в Университетах. В предыдущей жизни строил раутеры, 12 лет в Cisco. Вот, это самое, участвовал в разработке двух major platforms, которые, в принципе, продавались на много миллиардов. В принципе, во всех core технологиях, в принципе, там участвовал. Значит, мы на самом деле занимаемся сетями, и, в принципе, чем мы занимаемся, мы на самом деле изучаем следующий тридок. Мы пытаемся понять, что можно, что нужно выразить в сетях, и как это выразить эффективно. То есть мы занимаемся компьютерными сетями. Здесь вы посмотрите, что сейчас происходит на самом деле в компьютерных сетях количество сервисов, в которых мы запускаем, все более многообразно. Вы видите, растет просто экспоненциально. Сети становятся все сложнее. Резолюция принятия решений становится все лучше. И на самом деле необходимо остановиться и понять, что действительно должно быть гибко внутри этих network элементов, которые, в принципе, обрабатывают трафик. какие должны быть правильные абстракции для того, чтобы это делать. На данный момент это выглядит как какой-то большой салат из многих протоколов, и только немногие люди, в принципе, могут провести какое-то соответствие к изначальным дизайн-принципам, почему такие решения были приняты. То, что мы пытаемся сделать, это мы пытаемся остановиться на самом деле, понять, что должно быть действительно сделано. Не обязательно мы требуем изменений каких-то внутри, потому что многие вещи можно сделать уже в существующих сетях и добиться серьезных результатов. Вот это, в принципе, и мы занимаемся. Мы пытаемся адресовать этот фундаментальный трейдов между эффективностью представления вот этого вот стейта, который есть в сетях, и его выразительностью, то есть что можно с ним делать. И, в принципе, приведу здесь два примера на самом деле. Один из них достаточно простой, так как практически все, что происходит в сетях, можно поделить на две базовые категории. Вот все, что делается там. Это какие-то функциональности с резолюцией PerPacket. Мы работаем в Packet Networks, Internet Packet Networks. И как бы приходит пакет, он попадает в какую-то программу. Я сейчас быстренько поговорю, как она представляется, и мы принимаем решение для этого пакета, что должно быть сделано. Есть другого типа свойства, которые называются InterPacket Properties, то есть по большому счету это имплементация каких-то свойств между разными пакетами. Один из примеров там, может быть, это какие-то задержки, задержки, например, регулировать, а какие-то примеры из первого типа, это, например, разрешать пакету проходить или нет, и много разных других примеров. Но это базовое. Так вот, если мы посмотрим на как бы абстракции первого типа, то сейчас эти программы представляются очень простой абстракцией. Это по большому счету упорядоченный росту правил. Каждое правило состоит, в принципе, из полей, и где поля представляются в самом общем случае каким-то рейнджем над значением. И вот у нас есть эти программы. В принципе, приходит пакет, вырезаются соответствующие поля, и нам нужно найти правило, которое подходит... Первое правило, которое подходит... Первое правило, которое подходит под приходящий пакет, и, соответственно, выполнить соответствующее решение. Про эффективность представления вот этих даже простых программ написаны, наверное, сотни, если не больше, статей на самых мейджор-конференциях. Так как если мы сейчас, с точки зрения экспрессивити, то, что я говорю, это увеличиваем количество этих правил, либо увеличиваем количество этих полей, это решение становится... Эта задача становится очень-очень непривлекательной. Значит, если мы даже посмотрим на более ограниченные представления, как, например, те же поля представлены, какими-то префиксами, например, где часть битов don't care, то вы видите этот фундаментальный трейд-офф. То есть на самом деле, это количество правил N, а количество полей K, то мы либо линейную память и поли-логарифмический лукоп имеем, либо экспоненциальную память и логарифмический лукоп. То есть вы видите, мы платим за ресурсы очень сильно. Сделали даже люди специальную память, которая называется тернарная, которая умеет вот такие вот тернарные строчки представлять. Таким образом, казалось бы, все нормально, и уже нет большой проблемы для представления такого типа правил. Но с другой стороны, правила у нас представляются рейнджами, и, соответственно, каждый новый рейндж – это мультипликативный фактор в этом переводе. То есть мы должны закодировать каждый рейндж, и, по сути дела, чтобы представить правила, мы их перемножаем, вот эти вот размеры представления каждого рейнджа. Ну, и в зависимости от энкодинга мы будем видеть, сколько у нас будет требоваться вот в этой новой типа памяти вхождения. Вы, например, видите, даже для этих трех строчек будет требоваться в бинарном энкодинге 120, в каком-то там грейнкоде 64. То есть на самом деле сейчас, если я хочу увеличивать количество правил и увеличивать экспрессивность моих программ, у меня нету какого-то общего решения. То есть, по сути дела, вы видите, ресурсов должно быть очень много, а выразительность растет и скалабилити растет. То есть программы становятся все более большими. Что делать? И по большому счету, то, что мы пытаемся смотреть, мы пытаемся смотреть на структурные свойства этих классифайров. На самом деле, есть структурные свойства. Я вам сейчас здесь представлю самое простое структурное свойство, потому что его легче всего объяснить, которое дает очень большой эффект для эффективности этого представления. А свойства очень простое. Давайте представим сначала какой-то частный случай вот таких вот абстракций. Когда эти правила, они по большому счету не пересекаются по значению. То есть в этом случае приоритеты от правил нужно убрать, но, казалось бы, возникает вопрос, что это нам дает, насколько это проще. Можем ли мы сейчас делать это более эффективно. На самом деле, мы по большому счету в лоб взяли бы и перемножили все эти рейнджи, представили, и, по сути дела, не видно, что есть какой-то эффект от этого. Это не совсем понятно. Но стоит обратить на следующую вещь. Предположим, что у нас есть какое-то множество правил, которые между собой не пересекаются. И теперь я могу добавить любое количество вот этих вот полей, пусть даже основанных на рейнджах, в самый общий случай, потому что я говорю. Если оно уже было, не пересекалось по значениям, то и новое, естественно, тоже не будет пересекаться по значениям. Теперь возникает вопрос, а может быть, я просто-напросто буду представлять в своих таблицах, которые делают лук, вот эти вот маленькие классифайеры. И потом как-то буду бороться с тем, чтобы преодолеть вот эту всю комплексию. То есть, если вы сейчас здесь посмотрите, например, вот этот вот классифайер на двух полях, он будет потребовать уже 23.18 антрис против 120.64 для этих разных энкодингов. А лукопроцессу на самом деле изменится следующим образом. Вот приходит у меня пакет, у меня поля. Оригинально я бы ходил во все три поля, но сейчас мне достаточно в два. Я иду в два, и, допустим, вот второе правило, оно матчится. Из-за того, что они не пересекаются по значениям, то это единственное правило, куда может попасть этот пакет. Единственное, что может произойти, это произойти какой-то false positive матч, потому что, в принципе, я как будто бы, когда убираю поле, я делаю более общим. Но мне нужно всего-навсего проверить это единственное поле потом, не открывая этого рейнджа, потому что это делается всего для одного правила. Теперь заметьте, что получилось. Я уменьшил, то есть, моя таблица, она не семантический эквивалент на оригинальный. Но в ней следующее свойство. Если какой-то пакет матчился с какой-то правилом в маленьком классифайре, в большом классифайре, то он и в маленьком будет матчить точно такое же правило. А для того, чтобы сделать семантические эквиваленты, мне просто нужно оставшиеся поля проверить на вот этих рейнджах, не открывая количество вот этих полей. А на константное одно правило, я это делаю очень легко. То есть, я побеждаю вот эту проблему с колобилити очень экспрессивности, хоть, казалось бы, очень легко. Например, на самом деле в этом классифайре достаточно вообще одного поля для того, чтобы rule-dejoined. Вы видите, вместо 127 достаточно всего 0, всего 5. И false positive check он будет бежать всего-навсего по 2 балла. То есть, по сути дела, нужно будет, у меня есть много полей, мне нужно найти какое-то по множеству полей, чтобы выполнялись вот эти структурные свойства. Вот это в данном случае оно какое-то простое. Вы можете меня спросить, а что можно делать, если эти классифайеры они не такие, не rule-dejoined. И у нас там есть всякие методы, которые это делают. У нас была статья на самом деле о насекомье, которая рассказывает про все, это было какое-то начало, где мы стартовали на самом деле вот эти несемантические представления вот этих сложных таблиц, но на самом деле их можно будет делать семантическими при вот этом простых каких-то дополнительных false positive проверках. Давайте вернемся к минимизации бульонных таких выражений, так как вот эти классифары, они как будто бы представляться могут, ну, по крайней мере, вот в случае, когда черновные строчки через DNF, то есть, по сути дела, это каждый n-клаус, и, в принципе, каждая вот эта штука будет какой-то DNF. И мы можем запускать какой-то min-DNF, и min-DNF строит семантически эквивалентное представление. Если вы заметите, например, min-DNF, то, что это intractable проблема, оптимальный алгоритм, он там сложный, и все такое, это нас сейчас не волнует. Если мы сейчас его запустим, на самом деле, все, что он сможет, он на самом деле сможет только сжечь, сжать вот эти два правила, и все. То есть, по сути дела, он ширину вообще не изменит, именно из-за того, что он тематически эквивалентный. А вот это простое, вот это свойство, про которое мы говорим, нам достаточно, чтобы имплементировать его rule-djun на всего, на всего два бита с каждого правила в данном случае. И, по сути дела, как бы это количество битов, которые можем мы убрать, а false-постив-чек, он как будто уже не участвует. Это уже никакие не лукопы. Это просто-напросто мы проверяем на единственном правиле, которое у нас сейчас. То есть, вы заметили, что вот есть вот это вот, вот это вот использование структурных свойств, на самом деле, для того, чтобы эффективно представлять знания в разных абстракциях. Это, на самом деле, то, чем мы занимаемся. Значит, заметьте даже вот на этом простом примере, который я сейчас привел, у нас как будто бы что-то семантических в эквивалентных представлениях больше полей. Вы помните эти полиологарифмические лукопы с линейной памятью или экспоненциальная память с логарифмическим лукопам? Больше полей, и все хуже. Так же самое про правила. А в наших представлениях больше полей, больше шансов найти подножество полей, которые сохраняют наши структурные свойства. То есть, чем более экспрессив, тем лучше для нас. Значит, соответственно, вот этот тайм-спейс трейд мы можем очень серьезно на самом деле улучшить. И мы это делаем, и у нас на самом деле практически каждый год выходит по нескольку результатов в этой области. То есть, на самом деле, мы публикуемся на мейджор-конференциях. Значит, кроме этого, мы работаем с компаниями, которые как бы пытаются наши идеи интерполировать. Значит, по большому счету, какие направления в этой области мы предлагаем? Мы уже начали, мы изучаем другие структурные свойства. У нас уже есть статьи на эту тему. Мы предлагаем смотреть, давайте посмотрим, какие еще есть эффективные, влияющие на эффективность представления структурные свойства. Давайте посмотрим на классифайры, когда не все поля все время известны. Это все равно, что сейчас, когда вы посмотрите на машину, которая вот целый driving cars, да, это самое. У нас считывают датчики эти поля, да, это самое, но не всегда они верны или не всегда они доступны. Что делать тогда вот этим программам, да, когда они будут это делать? Это примерно такая же аналогия, только в сетях. Вот. Можем ли мы как-то пытаться восстановить вот этот остающий, значит, как бы временно недоступный эстейт, да. Вот. Мы также интересуемся верификацией вот этого типа, специальных типов вот этих программ, которые представлены такими абстракциями. То есть это какая-то более рестриктив семейство вот этих программ, это не общий случай, но, соответственно, мы хотим использовать вот именно структурные свойства для того, чтобы уметь их быстро проверять. Также мы пытаемся обобщить структурные свойства для представления более general абстракции. Например, в данном случае вы видели вот эти поля с вот как представлены эти правила, да, мы, например, сейчас работаем над, например, если у нас есть множество регулярных выражений, как использовать структурные свойства и уметь их представлять. Потому что, почему мы делаем это? Потому что Deep Packet Inspection он в основном использует на самом деле регулярные выражения для того, чтобы выражать эти паттерны. Это на самом деле первая часть. Как вы хотите это сделать? Остановиться, отвечать на вопросы и переходить к второй части? Я, честно говоря, хочу вас остановить, потому что у нас, к сожалению, даже на самом деле не к сожалению, а к счастью, руководителей сегодня много и вообще в целом научное направление. Простите, я не очень хорошо вас слышу. Так, меня слышно? Сейчас лучше, да. Сейчас лучше. Кирилл, я вынужден вас остановить. Ну, то есть, сейчас у нас скорее просто представление руководителей для того, чтобы студенты могли на вас посмотреть, увидеть ваши горящие глаза и услышать от вас какие-то супернаучные слова. Я услышал, я с большим интересом вас послушал. Спасибо за вводную часть на ваш ресерч. Собственно, я полагаю, что остальные темы у вас в документе если и вроде-вроде есть. Мы добавим сейчас документ до этого самого... Да, да. Ну, собственно, ознакомление с темами и с дальнейшим вводной частью, мне кажется, это уже студенты справятся. Давайте так, если есть один вопрос, то оставьте его, пожалуйста, в чате или произнесите его прямо сейчас в трансляции. Никаких вопросов? Пока вроде не было. Хорошо, Кирилл, тогда большое спасибо за представление. Рад с вами познакомиться, потому что ни разу вроде не общались. Да, спасибо. Вот, тогда я передаю слово Петру Кузнецову. Петр, ты с нами? Да, я здесь. Можно меня? Спасибо. Да, попробуем за пять минут тебя послушать. Спасибо. Нет, я буду очень кратко, я не буду рассказывать про сами темы, потому что, мне кажется, вот в списке они достаточно подробно изложены. Если есть вопросы конкретные по каким-то темам, то обращайтесь ко мне или к нам напрямую, если это какой-то, если несколько, два, некоторых темах, по два руководителя. Я просто расскажу про условия работы. Меня зовут Петр Кузнецов, я работаю в, мы сейчас называемся Политехнический институт Парижа. Я занимаюсь распределенными вычислениями и мне кажется, это важно подчеркнуть, что это не то же самое, что параллельные вычисления. То есть у нас, как бы в нашей тематике речь идет скорее про синхронизацию, про корректность вычислений, скорее, чем про производительность. И наши круги интересов вот этой темы это скорее вопросы консенсуса, вопросы конкурентных, конкурентного доступа к данным и так, как сделать, чтобы данные были восприняты участниками процесса корректно и так далее. Значит, вот у нас есть, если вы посмотрите в список, у нас есть как бы три темы по вычислениям в системах разделяемой памяти. Это скорее многопроцессорные машины, скорее, чем большие распределенные системы. И вот эти три темы, они идут в скорую руководстве с Виталием Аксеновым, и он будет выступать в качестве локального представителя этой темы. стажировок. Я буду, поскольку я нахожусь в Париже, руководить удаленно. То есть это будет скорее всего происходить, если вы что-то такое выберете, то это будет происходить в качестве созвонов регулярных по скайпу и как ты еще. Ну и плюс я там надеюсь, что я пару раз успею приехать в год, чтобы следиться лично. Но большая часть времени будет происходить удаленно. Есть, по идее, возможность, как указано в списке, есть возможность стажировок. Но стажировка это вещь такая условная. То есть это, если действительно в этом есть необходимость, а необходимость обычно появляется, когда что-то действительно интересное получается. И надо для этого лично какое-то время вместе провести. Вот. Значит, первые три темы, они касаются конкурентных систем, структур данных с разных аспектах. Там один аспект производительность, как ее оценивать, анализировать, аналитически оценивать и пересказывать, как снижать использование памяти и как доказывать, что память, использованная структура данных, оптимальна. Затем есть тема по блокчейнам, но не совсем по блокчейнам, а скорее по главному приложению, которое используется в блокчейнах, а именно криптовалюта. В общем, здесь есть довольно интересный проект, как сделать криптовалюту асинхронной, без использования консенсуса, который сейчас де-факто является стандартным инструментом для реализации блокчейнов, здесь мы решаем задачу, которая является главным приложением блокчейнов, но без использования блокчейнов как такового, с помощью механизмов proof-of-stake и так далее. Есть вот довольно интересная тема, которая для меня совершенно новая, тема интересная, потому что я никогда этим не занимался, но вот это некое пересечение нейронных сетей, которые описывают активность мозга, например, и вычислений, в первую очередь распределенных вычислений. Здесь была серия статей недавних относительно на тему того, как реализовать какие-то классические задачи, которые в нейронных сетях обычно решаются, типа winner take all, это такая классическая вещь, которая в нашей терминологии, терминология распределенных вычислений, выглядит как выбор лидера или решить задачу test and set. И вот оказывается, можно создать так называемый circuit, такой нейронную сеть, которая эту задачу решает стихаристически. Это, в общем, довольно интересно. И мы вот два направления, которые мы пытаемся это расширить и рассмотреть другие задачи. Например, вместо test and set, которая, на самом деле, задача symmetry breaking, избавления от симметрии в системе. И мы добавляем туда систему согласия, консенсус. И есть обобщить тоже эту задачу winner take all, это кластеринг. Ну, в общем, я не буду тут особенно про это рассказывать. Я еще скажу про пару вещей, которые вот я пригласил еще двух человек предложить проекты. Один из CNRS университета Тулузы. У него есть довольно любопытная задача про поисковые системы, как понять, что поисковая система делает, не обращаясь к ней как к черному ящику, не открывая, что он внутри, а просто с помощью внешних воздействий пытаться разобраться, какие предпочтения у этой поисковой машины есть, как она определяет, как она пытается собрать данные пользователя и так далее. Скорее, что-то связанное может быть с privacy или security и вот с помощью механизмов какого-то machine learning. Здесь я не эксперт, но я, опять же, поскольку я предложил этому человеку представить эту тему, это Жиль Тридан исследователь из CNRS из университета Тулузы, то я могу выступить в качестве посредника, то есть между кандидатом потенциальным и руководителем этой темы. И еще есть Шиват Санравик, тоже как бы удаленный руководитель из университета Южной Калифорнии и список его тем я тоже выложил, ну, как бы надо посмотреть, он в другом все лежит. Вот, и тоже и там, и там в принципе есть возможность стажировок. Один это университет Южной Калифорнии это в Лос-Анджелесе, а второй это в Тулузе во Франции. Вот, здесь я, пожалуй, закончу, и если есть вопросы, то обращайтесь ко мне напрямую. Спасибо, Петр, опять же, слушаю один вопрос из зала или ждем его в чате пару секунд. Петр, уточни, стажировки, ты имел в виду лично приехать в Лос-Анджелес или в Тулуз? Да, ну, это имеем в виду стажировка, да, то есть у них есть как бы возможности финансовые для того, чтобы пригласить. Будем надеяться, что у нас будет такая возможность физическая. Да, 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 ну, если все вернется в норму, конечно, конечно. И еще, конечно, я должен сказать, может быть, это может оказаться некоторым препятствием, что обычно стажировки, как правило, стажировки во большинстве университетов, и по-моему, это так в Лос-Анджелесе, они не оплачивают дорогу. То есть надо учесть, что это может казаться дорог. То есть там они оплачивают проживание и какие-то расходы коммунальные, а вот то, что касается дороги, может оказаться, что нет. Так что вы это имеете в виду? Я потенциальный кандидат. Петр, там один вопрос есть. Работы на английском предполагаются? Да, значит, этот вопрос мне уже задавали. Значит, нет, для меня как бы не принципиально, главное, чтобы как бы соблюдали формальность и тьма, чтобы вам нормально было защититься, но писать работу на английском, я думаю, что это имеет смысл чисто практически, потому что если может так казаться, что из этой работы появляется что-то действительно интересное и новое, новое и нетривиальное, два условия должно быть, то если работа уже пишется по-английски, то ее можно превратить в статью, из нее сделать публикацию. Это просто вам как бы вам не надо будет заниматься лишним трудом. Поэтому я рекомендую в общем на английском, но это не обязательно, конечно. Хорошо. Да, спасибо, Петр. Спасибо. Передавляем уже слово Евгению Степанову и тогда следующий за Евгением будет Валерий. Валерий, Вяк. Здравствуйте. Меня зовут Евгений Степанов. У меня основное место работы это Математический институт Стеклова, Российская Академия Наук. У нас, значит, около Аничкова моста. Ну, вот как обычно сейчас в жизни людей, занимающихся наукой, бывают, еще имеется масса других мест работы, среди которых, в частности, Московская вышка, Матфак, и, значит, кафедры математики Пизанского университета. В основном, я математик, поэтому вообще-то меня интересуют в основном математические задачи, но интересует и много вот около математических разных прикладных инженерных работ, потому что приходится работать очень много и для инженеров. Значит, я хотел бы предложить здесь два проекта, которые могли бы быть в общем чем угодно. Они могли бы начаться и с курсовика, это мог бы быть и диплом, и вообще все, что угодно можно на самом деле из этого сделать. Значит, один проект такой большой, чисто инженерный, это разработка такой большой навигационной системы с хитрыми алгоритмами внутри, значит, чем-то на самом деле напоминающей обычные, не знаю, автомобильные навигационные системы типа там Яндекса и типа соответственно Гугла, но для морских и речных судов. Значит, такие системы сами по себе есть, но нужно на базе некоторой уже выбранной платформы стандартной реализовать интеграцию в этой платформе современных данных о прогнозах погоды и, соответственно, научиться строить оптимальные маршруты движения судна из порта А в порт Б с учетом данных о прогнозе погоды. Причем эти данные меняются во времени и довольно сложно распределены в пространстве. То есть у вас прогноз погоды это не просто такой-то ветер или такое-то волнение в каком-то большом районе. А на самом деле вы в каждой точке знаете во времени как будет развиваться волнение. Причем маршрут может выбираться довольно хитро. Он должен выбираться как-то оптимально из каких-то критериев, но на самом деле может такое случиться, что оптимальным будет из порта А прийти не в порт Б, а вообще уйти куда-то в другое место, вместо убежища и там отстояться. Это такая большая работа, безусловно очень программистская, очень инженерная. На этом можно освоить современные гистехнологии и много чего другого, но за этим есть и на самом деле хорошая наука, и алгоритмы хорошие, и соответственно там довольно много хорошей статистики современной. Это вот первый проект. Второй проект, который не знаю, мне сколько тут, пару минут осталось, наверное, или сколько. Значит, второй проект, он такой, я не знаю, ближе к модной тематике машин-дайнинга и скорее относится к такой тоже довольно модной и весьма развивающейся области машин-дайнинга, называется Manifold Learning. Это попытка найти скрытые закономерности, скрытые геометрические какие-то структуры в больших данных. В данном случае речь идет вот о чем. Мы вместе с биологами пытаемся найти хорошие методы для изучения эволюции. Как обычно эволюция сейчас изучается? Начиная с 60-х годов, на самом деле, когда в основном до 60-х, 70-х, 80-х годов люди строили просто на экспертном мнении, основывались как-то считая, какие виды являются предшественниками других, какие виды наоборот потомками. Сейчас люди основываются в основном на геномных данных. Строят расстояния какие-то эволюционные между геномами и, соответственно, по этим расстояниям строят разные структуры типа филогенетических деревьев. Эти филогенетические деревья на самом деле теряют очень много информации. вот один из таких интересных идей была давайте попробуем визуализировать эволюцию. Есть такое предположение, что на самом деле эволюционные данные в силу того, что локальная эволюция весьма случайна, это случайные мутации, но глобально она весьма наверное не случайна, потому что количество факторов отбора сравнительно ограничено. Вполне возможно, что находится по крайней мере локально эти данные располагаются на какой-то гладком многообразии, типа какой-то гладкой кривой или гладкой поверхности. Давайте попробуем вот эту гладкую многоверную поверхность как-то визуализировать. Вот соответственно для этого развиваются любопытные алгоритмы. Надо сказать, что мы там довольно много нашли стандартных алгоритмов для такого рода дел, но оказалось, что там очень много написано статьи, очень много просто откровенной лажи, которая совершенно не работает. Некоторые новые алгоритмы здесь можно применить и нужно бы развивать. К сожалению, они довольно медленные, но в частности интересуют быстрая реализация этих алгоритмов. На эту тему тоже это, к сожалению, пока я не написал, но, наверное, еще выложу в общий документ. На эту тему тоже могу работу предложить. Наверное, давайте я на этом остановлюсь. Пять минут, по-моему, вписался. Спасибо, Евгений. Ждем вопрос, которого пока не видно. Ребята, не стесняйтесь задавать вопросы. Сейчас у нас не предзащита, не защита. Это не мы задаем вам вопросы, а вы задаете нам. Ну, пока не слышно. Спасибо, Евгений, за представление. Если что, вопрос, может быть, поступит в чате. Слово передается Валерию Вяткину, а готовится Полина Овсянникова. Валерий. Добрый день, здравствуйте. Я расшарил экран, видно? Сейчас нет. меня не вижу. А вот, сейчас готово. Хорошо. Добрый день, меня зовут Валерий Вяткин, я работаю в университете АЛТ в Финляндии и в университете ЛУЛЛО в Швеции. Разве по традиции мы все работаем во многих местах, я тоже могу этим похвастаться. Вот. И мы занимаемся темами, связанными с автоматным программированием и автоматической верификацией в киберфизических системах, в общем-то, в контексте будущих производственных приложений компьютерных систем. То, что называется индустрия 4.0, индустрия 5.0 и так далее. Вот. И мы этой темой занимаемся давно и плодотворно в рамках нашей лаборатории ВИТМО. исследуем различные вопросы построения такого рода систем при помощи взаимодействующих конечных автоматов. Вот на экране видите некоторые лабораторные системы, которые запрограммированы как взаимодействующие конечные автоматы. И в рамках этих исследований мы разрабатываем свою среду проектирования, которая называется FBME, сотрудничестве с JetBrains. Аспирант Радимир Сорокин в данный момент он работает в JetBrains и работает над этой средой, которая будет с открытым кодом, по крайней мере для нашей лаборатории, для участников проектов. И мы надеемся, что в рамках предложенных нами проекта в этом направлении многие из них могут быть реализованы как плагины в этой среде, которую мы планируем разработать. она уже находится в хорошей стадии, поэтому каждый из результатов может быть оформлен как отдельный плагин. И в частности, из предложенных тем сегодня, я несколько могу быстро осветить. Мы занимаемся формальной верификацией. Это вторая тема формальной верификации автоматных программ, поскольку они и предоставляют такие возможности для формальной верификации лучше, текстовые программы. А также мы хотим разработать такой эффективный интеллектуальный редактор автоматных программ. Это первая тема здесь на экране. И еще есть тема по синтезу мониторов тоже в контексте того, о чем я говорил, этих языков программирования. Что касается редактора автоматных программ, на данный момент существует несколько языков программирования для уже таких индустриально используемых, практически используемых в области управления промышленными системами. Они основаны на международных стандартах, в них предполагается использование автоматов, но хороших редакторов, таких действительно удобных и умных, к сожалению, нет. И предполагается в одном из проектов, вот с левой стороны вы видите то, что есть, а с правой стороны то, что хотелось бы иметь. То есть такого рода представления автомата, в котором было бы видно все, что там в автомате содержится, и редактор позволял гибко сжимать, раздвигать, масштабировать и подобные вещи. Вот сейчас в нашей середе этой FBME редактор автомата выглядит пока таким примитивным образом. Мы надеемся, что найдется человек, который возьмется за эту тему и создаст эффективный хороший редактор, например, выглядящий таким вот образом, как на экране. Вторая группа тем связана с формальной верификацией программ на таких автоматных языках. В этом году у нас был студент-бакалавр Максим Терещук с проектом, который разработал плагин под FBME, в котором он собрал вместе всю цепочку действий, которые необходимы для формальной верификации программ на этих промышленных языках. И на основе этого плагина или используя часть его сервисов можно двигаться дальше и разработать более мощные средства, которые бы позволяло нам, например, в одном из проектов, которые вы найдете в Google Доке, например, играть с разными модел-чекерами, поскольку некоторые принципы модел-чекинга, такие как символьные, иногда затыкаются на том, что они не могут достроить свою внутреннюю модель в виде BDD-диаграм, Binary Decision Diagrams, BDD, и предполагается, что может быть для такого рода задач эффективно использовать прямой модел-чекинг при помощи средств типа SPIN. То есть можно разработать генератор программ как существующий у нас уже есть в SMV символьные представления и в SPIN и какой-то такой хайпер-визор, который бы следил за процессом модел-чекинга и использовал тот метод, который более выгодно использовать в данном контексте. И в частности одна из задач, которую мы хотели бы решить с этой помощью, это выявление возможных недетерминизмов в такого рода программах в виде коммуницирующих конечных автоматов. Еще одна тема это синтез мониторов. Довольно распространенное сейчас такое решение, это когда есть несколько взаимодействующих компонентов в такого рода программах, использовать компонент, который называется монитором, для проверки корректности протоколов, по которым они взаимодействуют. Вот в нижней части экрана вы видите как раз такую программу на языке промышленного программирования и в ней вставлены вот здесь в двух местах мониторы, которые садятся на линию связи между двумя компонентами или между несколькими компонентами в общем случае и смотрят за тем, чтобы определенные условия, определенные ограничения выполнялись. Пока что это делается вручную, разработка такого рода мониторов, но вполне можно представить себе формальный синтез таких мониторов по спецификациям протоколов, которые, например, тоже представлены в виде взаимодействующих конечных автоматов. Вот я несколько тем раскрыл и аспирантка нашей группы в Валте-университете Полина Овсянникова продолжит с темами в этом контексте. Большое спасибо. Какие-то вопросы ко мне? Спасибо, Валерий. Пока ждем вопросы, могу добавить, что это та возможность, чтобы тот путь для того, чтобы была двойная аспирантура, например, при большом желании может быть и двойная магистратура. Вот как раз Полина Овсянникова, она аспирантка Ива Алта в Финляндии и у нас. и у нас уже много лет идет это взаимодействие с Валерием, так что уже аспиранты двойные и выпускались, защищали свои PhD и состоявшиеся научные сотрудники. Не так ли, Валерий? Совершенно верно. К взаимному удовольствию. Вот. Также можно заметить, что тематики данного проекта могут быть в частности связаны со стипендиями JetBrains Research'а, но это вопрос отдельного обсуждения уже персонально. Так, тогда передаю слово Полине. Спасибо, Валерий. Спасибо. И готовимся, готовится Даниил Чевелихин и я вместе с ним. Всем здрасте, я Полина. Давайте... Валерий, а можете по шаре закрыть свой шейф? Так, так, да, одну секунду. Если бы я еще... Давайте я пошарю экран. У меня задачки для тех, кто хочет походить. Вот. Короче, была разработана программное средство для объяснения контрпримеров, для собственно, вот, верификации, о которой говорил Валерий, для промышленных систем. У меня идет... У меня идет речь о верификации с помощью NewSMV, то есть я рассматриваю модульные программы на этом языке, и, в общем, вот во что они превращаются. Был разработан прототип, этот прототип теперь нужно улучшать. Собственно, одна задача связана с тем, что этот прототип мы хотим сделать плагином к IntelliJ IDEA, то есть разработать программное средство на базе IntelliJ IDEA, которая бы имела похожий юзер-интерфейс, и в эту задачу входит имплементация данной диаграммы, которую я сейчас обвожу в шору. Вот. Все спецификации к этой диаграмме, которая должна быть в итоге разработана в этом IntelliJ IDEA плагине есть в задачах. Следующая задача это то, что эта диаграмма, она может быть большая, в ней может быть очень много блоков. Мы хотим ее красиво разложить, то есть следующая задача связана с раскладкой диаграммы. У нас должно быть минимальное число пересечений, у нас должно быть минимальное число изгибов. Вот. об этом тоже можно почитать в документе. И еще одна задача с этим связана это то, что вот такой у нас код, newsmv-код, он выглядит так. У него динамическая, в языке newsmv динамическая система типов, поэтому типы здесь не специфицируются, однако в туле нам нужно знать, какие типы у этих переменных. Мы можем их узнать через те выражения, в которых они участвуют, либо через те переменные, значения, которых им присваиваются, например, здесь или вот здесь. и мы хотим вывести все типы переменных в диаграмме. Это третья задачка. В общем, у меня все вот так быстро. Если хотите покодить в такое программное средство и поэкспериментировать с раскладками, с миграцией кода WFX на плагин Contellage Idea, вот или вывести типы модульного кода, вот, welcome. У меня все. Всего Полина. Есть ли вопросы? Вот вопрос есть. Это три разных темы. Ну, то есть это в общем курсачи скорее, но возможно с выходом бакалаврский, то есть если там что-то такое найдется в процессе. Хорошо, тогда спасибо, Полина. Переходим к Данилу. Мы с Данилом руководим соответственно лабораторией дискретной оптимизации формальных методов и наше исследование плотно связано с тем, что мы только что представили с Валерием и с Полиной. Вот после Даниила я скажу также пару слов о том, что еще я могу предложить Данилу. Микрофон выключен. Мы тебя не слышим. Там микрофон выключен совершенно точно. Да, я понимаю, что скорее всего так есть, но мы же не можем очень большую. Вот, Данил, теперь мы тебя еще и видим. Да, прекрасно. Перейду сразу к делу тогда. Я еще представляю кроме своей темы и темы Владимира еще темы от нашего коллеги из Иркутска Александра Семенова, который давно с нами работает и скоро по плану перемещается плавно в сторону ТМО. Я представляю темы по САД-решателям. Тематика всех этих тем и нашей работы в последнее время это задачи булевой выполнимости с точки зрения как технологии пропозиционального кодирования, то есть того, как сводить задачи к САДу, так и к тому, как решать САД после того, как мы что-то к нему посводили. Ну и с различными приложениями. У нас с Владимиром это в основном синтез и верификация автоматных программ, в частности программ на языке функциональных блоков, о которых говорил Валерий Вяткин, а у Александра Анатольевича это в основном криптоанализ, компьютерная безопасность и различная комбинаторика. О чем идет речь в целом на одном слайде вместо того, чтобы решать какие-то задачи, обычно сложные задачи, то есть трудные задачи, с помощью написания каких-то адхок алгоритмов мы можем разработать сведение этих задач к задаче булевой выполнимости и скормить полученную формулу с существующим программным средством для решения SAT, их там бесконечное количество, они каждый год улучшаются, разрабатываются, проводятся соревнования и так далее, и таким образом получить решение. И вот наши темы, они связаны как с процессом кодирования, так и с процессом решения. Кратко все-таки расскажу про каждую из тем. Первая тема Александра Семенова про сведение задач поиска этих комбинационных объектов типа латинских квадратов к SAT, а также других. Применение SAT решателей к анализу уязвимости программ. Здесь в основном применяются SMT-решатели, поскольку они как раз лучше подходит, на них проще представлять то, что происходит с программами, специальные для этого создавались, но SMT-решатели, к сожалению, обычно работают хуже, медленнее, чем SAT-решатели, и вот здесь предлагается поисследовать, а нельзя ли все-таки применить SAT и получить результаты там, где SMT результата не дает. Тема Владимира Ульянцева про адаптацию SAT-решателей под конкретную комбинаторную задачу на примере задачи генерации ДКА. Это задача тонкой настройки SAT-решателей, то есть написание каких-то евристик для SAT-решателей, выбора переменных и так далее, для того, чтобы эффективнее решать какую-то заданную задачу. Вот здесь на примере классической задачи генерации ДКА, которой, например, Владимир сейчас не защитил кандидат. Моя тема про разработку алгоритмов для произвольных невыполнимых булевых формул. Значит, здесь история в том, что это наша тема с Александром Семеновым. В его группе и в нашей группе тоже разрабатывались алгоритмы для решения сложных булевых формул, например, для задач криптоанализа, где у нас какая-то очень здоровая формула, которая решается тысячи лет, и мы хотим решать ее быстрее на основе поиска декомпозиции. То есть мы выбираем эти значения какие-то переменные в нашей формуле, декомпозируем по ним, то есть строим два в степени размера этого множества булевых формул и пытаемся решать задачу распределен. Но это все применимо в данный момент к либо формулам как-то специального вида, но важно, что множество переменных, по которым мы ищем декомпозиционное множество, оно не очень большое. 200, 300, 400 переменных, потом наши методы разваливаются. И здесь хотелось бы поисследовать и разработать методы, которые позволили бы расширить область применимости этих методов на, в лучшем случае, произвольные булевые формулы, произвольные будем понимать просто на порядок или на два больше, чем можно сейчас, переменных, либо это должны быть какие-то широкие классы задач, то есть всякие задачи синтеза, задачи верификации, которые можно как-то обобщить. Тут надо поисследовать, поэтому это магистрский скорее проект на два года. А также тема от Владимира Ульянцева про визуализацию SAT-формул и процессы работы SAT-решателей, насколько я понимаю, это сформулировано как курсовой проект. Тут довольно, ну, есть какие-то существующие программные средства, которые разработаны 15 лет назад, которые невозможно скачать, невозможно собрать и так далее. А визуализировать и понимать, как работают SAT-решатели все еще хочется. А также я скажу два слова, что у нас есть темы из другой области, про применение эволюционных алгоритмов к всяким задачам из области физики. Сейчас это два проекта, которых вы можете прочитать в документе, они совершенно разные, но здесь это коллаборация с физиками, физики, специалисты по физике в ЭТМО, а также специалист по квантовой физике в Великобритании наш коллега. Вот, на этом все. У меня, Владимир, если вы хотите что-то добавить, пожалуйста, вопросы. Да, пока студенты формулируют свои многочисленные вопросы, я добавлю, что у меня есть еще один проект по физике, который уже внесен в документ, касается он эволюционных алгоритмов в применении к поиску оптимального материала из пировскитов. Это совместный проект с... У нас вот те два проекта, которые были озвучены Данилом, и тот проект, о котором я говорю сейчас, они проходят с физико-техническим факультетом ЭТМО. Я вкратце опишу, что мы вот одна, один научный центр, а в университете есть еще девять научных центров. Один из самых сильных и по публикациям, и по достижениям это физико-технический факультет, на котором работает около трехсот научных сотрудников, преподавателей, в то время как у нас это порядка ста пятидесяти человек. И у нас вот один из проектов с Сергеем Макаровым, с лауреатом премии президента в области науки. И это один из проектов, который я тоже хотел предложить, с ним можно ознакомиться в документе. Там применяются эволюционные алгоритмы, я, по крайней мере, предполагаю, что это эволюционные алгоритмы, а не машинное обучение. Да, FTF это то, что называют новым физтехом, совершенно верно. Спасибо. Также я вслух скажу и больше нигде повторять не буду, то, что одного человека в год на самом деле один раз в два года я набираю себе студента под применение машинного обучения в компьютерных играх, в киберспорте. Так, у меня защитилось два дипломника, один по Dota 2 с предсказанием матчей, один по Hearthstone с предсказанием соответственно следующего хода и такого ассистента человеку. Меня забавляют такие темы и поэтому одного человека я готов брать, но это должен быть очень инициативный человек, который, во-первых, находится здесь и слышит меня, а во-вторых, готов будет проявлять полную самостоятельность в процессе подготовки. А, на самом деле у меня защитилось три человека, еще в прошлом году это был диплом по Counter-Strike, по анализу реакции игрока и мы соответственно пытались выделить печи и этим дипломом заинтересовалась контора, которая занимается ставками и вот этим всем. Вот, меня забавляют эти истории, но это мое личное дело. Вот, готов передать слово Арине Музаловой. Арина Сергеевна, за тобой еще будет Денис и Макс или ты изо всех? Сегодня ты изо всех. Тогда у нас готовится Никита Алексеев. Здравствуйте, друзья. Видно ли сейчас мой экран? И слышно ли меня? Видно, слышно. Прекрасно, спасибо большое. Я представляю темы работ по эволюционным вычислениям. Это в основном темы из нашей лаборатории эволюционных вычислений, которая входит в Международную лабораторию компьютерной технологии, руководитель Максим Буздалов. Здесь вы видите ядро лаборатории. Ребята, которые в общем-то все, как и вы, в свое время учились на кафедре, выполняли темы магистрских, а потом и бакалаврских, и кандидатских работ у меня и Максима. И вот сейчас мы такой дружной компанией несем эволюционные вычисления дальше. И здесь не все. У нас есть замечательные аспиранты, которые работают в компаниях, но продолжают заниматься наукой и периодически успешно защищают кандидатские. В общем, таким образом мы нацелены на долгое плодотворное сотрудничество. буквально пара слов о том, чем же мы занимаемся, что такое эволюционные вычисления, эволюционные алгоритмы. Возможно, кто-то из вас слышал, что это. Эволюционные алгоритмы вдохновлены идеей биологической эволюции, но это все-таки алгоритмы. Они предназначены для того, чтобы решать задачи оптимизации. И если в биологии за выживание соревнуются живые организмы и в процессе этого соревнования от поколения к поколению развиваются и становятся более совершенными, то в эволюционных вычислениях вместо живых организмов вы можете представить здесь кандидаты в решение оптимизационной задачи. То есть здесь могут быть какие-то расписания, если мы решаем задачу построения расписаний. Если мы, например, решаем задачи из области логистики, такие как задачу Кабио и Жора, на месте вот этих животных, особей будут возможные обходы графа. Пусть сначала не совсем оптимальные, пусть сначала не очень успешные, но благодаря применению к ним оператора кроссовера, мутации, мы будем получать новые решения, например, новые обходы графа или новые расписания, отбирать из них наиболее приспособленных, но в случае с обходом графа это более быстрый обход, и так из поколения в поколение получать все лучшие и лучшие решения. Чем меня, например, вдохновляют эволюционные вычисления? Дело в том, что как биологическая эволюция позволила на нашей планете появиться невероятному разнообразию видов каких-то неожиданных решений, каких-то животных, растений, которые, в общем, специально не придумаешь человеческой фантазии. Также и эволюционные алгоритмы помогают находить неожиданные решения задач. Вот это достаточно такой уже ставший классическим пример антенны НАСА, которая должна передавать сигнал в космосе, и сначала инженеры пытались разработать форму антенны, чтобы она хорошо передавала сигнал, и не получалось. А когда запустили эволюцию, получили что-то непонятное, кривое, на первый взгляд странное, но оказалось, что это то самое решение, которое позволило получить хорошее качество сигнала. Ну и в целом эволюционные алгоритмы это такой хороший общий подход для решения сложных задач, в том числе энпитрудных задач. Ну, знаете, вот как в биологии сложно предсказать, в какую сторону пойдет эволюционный процесс, так, эволюционные алгоритмы, они с одной стороны очень интересные, дают какие-то неожиданные решения, а с другой стороны мы до конца и не понимаем, как они работают, то есть тут что-то такое на стыке между точной наукой и уже чем-то обладающим свойствами в каком-то смысле сложных биологических систем, тем интереснее пытаться подвести под эволюционные алгоритмы фундаментальную базу, точно математически предсказать, как они будут работать, оценить, например, асимптотику времени работы эволюционных алгоритмов на тех или иных классах задач, то есть применить к ним аппарат математический, который используется для классического анализа алгоритмов, ну вот по примеру Кормана, я думаю, что все вы изучали алгоритмы по любительной книге Кормана или Кнута, ну и помимо классического анализа здесь еще нужны какие-то свои инструменты, и что самое интересное, вот эта область теории эволюционных вычислений, она очень молодая, и в ней реально сделать свой настоящий вклад, то есть вы можете начать с вот этих простых курсовых работ, которыми руководит Денис Антипов, влиться в эту область, а потом, кто знает, может быть и предложить свои инструменты для анализа эволюционных алгоритмов, то есть не просто получить частные теоретические результаты, а поучаствовать в строительстве нового раздела прикладной математики, и у нас уже есть такие примеры, студенты под руководством Дениса Антипова, вот Виталий Караваев, например, разрабатывали свои новые теоремы так называемого дрифт-анализа, которые могут использовать другие исследователи из этой области для получения новых результатов. Особенность еще вот этой группы тем по теории эволюционных алгоритмов в том, что мы ведем эту тематику совместно с нашими коллегами из Франции, Бенджамином Дойером из Эколи Политехники Короллы Дойерс, Университет Сарбоны, которые являются одними из классиков теории эволюционных вычислений, молодых классиков, потому что и сама область молодая, люди с мировым именем в этой области, и у нас есть совместные гранты, совместные проекты, поэтому как только ситуация мировая позволит, можно будет ездить к Бенджамину и Короле на стажировки, можно учиться в совместной аспирантуре, вот собственно руководитель этих тем, Денис Антипов, буквально уже меньше, чем через месяц, будет защищать совместный диплом Эколь-политехник и ИТМО под руководством Бенджамина. Но на самом деле, помимо теории эволюционных вычислений, есть связанная с этой областью тема, мне кажется, одна из самых амбициозных, из тех же, о которых я сегодня рассказываю, вот есть теория эволюционных вычислений. Она хоть и молодая область, но уже дошла до того состояния, при котором довольно многие доказательства являются довольно сложными, технически сложными на несколько страниц, а то и больше. Ну, не бойтесь, это может быть не о ваших курсовиках, ведь начинать можно с легкого, с того, что хорошо получается, но вот в самой области возникают сложности уже и с тем, как уместить в статью эти огромные доказательства, и с тем, главное, как их проверить. Не хватает специалистов, рецензентов, которые могли бы это хорошо сделать. Не хватает времени. И, собственно, амбициозная тема, которую руководит Максим Бусталов, и, возможно, ему еще Вова Миранович будет помогать, заключается в том, чтобы автоматизировать доказательства эволюционных алгоритмов с использованием таких подходов, как АГДА, КОК. В общем, приглашаются любители функционального программирования. У вас есть реальная возможность сделать первый шаг к серьезным изменениям в области. Но, помимо всей этой теории, конечно же, есть и темы более практические для тех, кто любит программировать, для тех, кто, может быть, любит соревнования по программированию. Это тема Вова Мирановича, которые изначально курсовые, но при успешном выполнении могут стать и бакалаврскими, а может быть, даже и магистрскими. Вы можете посмотреть в файле, там подробно перечислены различные соревнования по эволюционным вычислениям, где нужно решать разные задачи оптимизации. Есть там даже соревнования, связанные с компьютерными играми, в том числе есть такая идея, а почему бы не тестировать эволюционные алгоритмы с помощью решений разных задач из области компьютерных игр. Не знаю, генерации уровней в игре, персонажей, еще что-то. В общем, можете изучить список соревнований, выбрать для себя что-то и инициативно прийти к Владимиру Мирановичу предложить. Там есть, кстати, и соревнования на Code Forces, можно поискать оптимизационные задачи и тоже прийти со своей инициативой. Ну и в принципе, если вы хотите к чему-то приведить эволюционные алгоритмы, приходите к нам, мы с удовольствием это обсудим, и возможно получится хорошая тема. Ну и Вова, и Владимир, и Даниил уже рассказали о темах, тоже связанных с эволюционными алгоритмами из лаборатории дискретной оптимизации и формальных методов. Как видите, мы активно сотрудничаем, мы области нашей деятельности пересекаются. Это вот тоже самые наиболее практические темы для тех, кто хочет применять мощь эволюционных вычислений для решения практических задач. Ну, в общем, приглашаем к нам. Как видите, у нас тем немного, и в этом наша особенность, потому что мы предпочитаем индивидуальный подход, очень плотную работу с каждым студентом, и большинство наших студентов имеют публикации на международных конференциях, посещают международные конференции, выступают с докладами. Вот на этой фотографии больше половины человек это бакалавры, магистранты, аспиранты. Все мы вместе собрались здесь на международной конференции ГЕКО в 2019 году. Спасибо за внимание и жду вас. Спасибо, Арина. Что ж, пока вопросов... Дополнительный вопрос, можно на него ответить в чате Зума. На реальном железе эволюционные алгоритмы работают недетерминированно. Эволюционные алгоритмы в принципе работают недетерминированно, да. Или в чем состоит вопрос? Я тоже не совсем понимаю. Да. Ну да, если два раза запустить один и тот же эволюционный алгоритм, он выдаст несколько разное решение, потому что внутри эволюционного алгоритма есть случайные события, то есть случайные мутации, кроссовер, выбор родителей и так далее. Рандомизированные события, но у нас еще и функция приспособленности бывает недетерминированная и рандомизирована сама по себе и по своей природе. Ну да, особенно вот в практических приложениях и подачах, связанных с физикой. Спасибо, Арина. Спасибо. Передаю тогда слово Никите Алексееву. Никита, Алексей, мы Алексея ждем? Я не знаю, я думаю, что нет. Я не жду. Хорошо, тогда готовится. Сейчас скажу. Ты можешь у него спросить еще, может быть, надо его подождать. Но мне он вроде густы нет. Давайте я начну, да. Тогда готовится Женя Беляев. Добрый день всем, меня зовут Никита Алексеев, я занимаюсь биоинформатикой. Я, к сожалению, сегодня без слайдов, потому что я с улицы разговариваю с вами. Но я надеюсь, что мне не понадобится. Я ищу человека на такой проект. Он посвящен геномным перестройкам. Геномные перестройки это то, что происходит, например, в раке, когда какие-то хромосомы ломаются и сшиваются по-новому. Это приводит, ну, в раке это приводит к печальным последствиям. В эволюции иногда это, например, ну, там, не знаю, мы отличаемся от макаки поломкой, примерно поломкой одной хромосомы. Вот. И предлагается изучать этот процесс в контексте того, это интересно еще в контексте того, что ДНК это такая молекула для человека, например. ДНК человека это молекула длины 2 метра. И она у вас есть в каждой клетке. То есть она очень плотно там упакована. И то, как она меняется и перестраивается, какие поломки у нее происходят, связано, конечно, с ее внутренней геометрией. И когда у вас такая длинная кривая спрятана в микросклитетического размера клетку, это значит, что это, по сути дела, фрактальная кривая. Вот. И предлагаю, если вам нравится изучать там, не знаю, фрактальные какие-то свойства кривых, там, внутреннюю геометрию таких-саких штук, если вот вы знаете там, что такое снежинка-коха и вам это интересно, или там, что такое кривая-пиана и вам это интересно, можно попробовать посмотреть, как все это связано с ДНК и как все это связано с биоинформатикой. С другой стороны, чтобы вот понять какое-то представление о том, какого сорта возникают задачи, я попробую, такое есть, математически это очень точная аналогия, что если у вас есть перестановка из Н элементов, ну, допустим, тождественная, вы можете взять и применять к ней свопы, то есть менять местами какие-то пары элементов случайные, и вот вы взяли перестановку из, не знаю, тысячи элементов и наменяли, там сделали, не знаю, 600 свопов, и такой вы можете задать себе вопрос, а сколько нужно в среднем свопов, чтобы вернуть ее обратно, даже если 600 точно хватит, но может быть, хватит поменьше, и это такой вопрос из области, не знаю, теревориатных и бескредитных математиков, и вот тоже типичный вопрос, что у вас есть пустой граф, то есть у вас есть анвершин, и вы их каким-то случайным образом начинаете соединять к каким-то, к какому-то случайному правилу. описанному формально. И вы смотрите, сколько будет деревьев в этом графе спустя, не знаю, спустя то, как вы приведете к случайных рёбер. Вот, если вам нравится такого сорта вопрос, если вам нравятся вопросы про фракталы, то приходите на этот проект, если вам, если я, прошу прощения, опять, что я без картинок, если вам кажется, что это может быть интересно, можете написать, я пришлю какие-то картинки, которые поясняют то, что происходит, но мне кажется, что задачи дискретной математики вот такие понятные здесь и какие-то связанные геометрические задачи, что, мне кажется, может быть дополнительной мотивацией здорово, что все эти такие вполне симпатичные математика, она оказывается какой-то важный для описания биологических проектов, процессов, и можно выучить биологию, и узнать, что-то про биологию, внести какой-то вклад в такую очень живую сейчас область, вот, в этом проекте уже работает мастеран, то есть вы будете в любом случае, вы будете в команде, это тоже, мне кажется, приятно, вот, если в любом случае такие задачи, приходите, пишите, расскажу подробнее, спасибо большое. Спасибо, Никита, пока я дополнительных вопросов не вижу, поэтому передаю слово Евгению, а готовится Петр Трифонов. Здравствуйте, меня зовут Евгений Беляев, я работаю в УТМО на Международной лаборатории компьютерных технологий и мои задачи, связанные со сжатием видеоинформации, с ее передачей и так далее. Сейчас покажу пару слов. Должно быть видно? Видно. Отлично. Одна из тем, которые у меня предлагаются, связана с потерями данных при передаче видеоинформации. Здесь на картинке, я надеюсь, достаточно понятно, о чем идет речь. Например, у нас потеряли часть данных, относящихся к этому фрагменту кадра и, собственно, вопрос, что можно с этим сделать. Понятно, что если у нас кадры одинаковые, можем скопировать из удачно пришедшего предыдущего, если модель движения более сложная, например, это может быть дрон, то что в этом случае делать, как раз и предстоит разобраться в рамках этой работы. Разработка алгоритма быстрого декодирования на основе нервных сетей это работа номер два, которой я занимаюсь уже пару лет. Она основана на том, что мы можем разработать алгоритм кодирования в виде информации, который на стороне передатчика будет очень простой и плата из-за этого будет очень высокая сложность приемника. Обычно в стандартных кодерах типа импега и четвертого и так далее все выглядит наоборот, то есть кодер достаточно сложный, а декодер попроще с точки зрения сложности. Данная задача, которую я предлагаю, она решается на основе компрессив сенсинга. если совсем кратко, то в ней X это у нас входной кадр, мы для него выполняем какое-то некое линейное преобразование, так что на выходе у нас получается меньшее количество отчетов по сравнению с исходным. И вот этот Y называется измерениями. Дальше мы выполняем квантование, сжимаем его и передаем декодеру. То есть здесь как раз выполняются операции независимо для каждого кадра. При этом декодер получает набор этих Y и его задача заключается в восстановлении исходной видеопоследовательности, но декодер уже учитывает все возможные зависимости между соседними и возможно не соседними кадрами. То есть такая схема позволяет получить достаточно низкую сложность кодирования в порядке JPEG. позволяет достичь высокой устойчивости к потерям данных, но обладает высокой сложностью декодирования. Вот у меня сейчас разработан текущий кодек, который называется Compressive Sensing JPEG. И собственно вот его предварительные данные как раз при покадровом кодировании позволяет существенно повысить степень сжатия по сравнению со стандартами. Но вот у него есть вот эта проблема связанная с тем, что его сложность декодирования чрезвычайно пока высока, то есть в real-time пока у меня не работает. И собственно задачей работы будет являться ускорение алгоритмов декодирования на основе нейронных сетей. Еще здесь хотел бы заметить, что буквально через неделю стартует вот эта конференция, которую здесь видно ICP 2020. Вы на ней можете бесплатно зарегистрироваться и послушать чем занимаются вообще люди в области обработки изображений, сжатия видео и так далее. И в принципе вы можете, если найдете что-то интересное для себя, можете сами выбрать себе какое-то направление и если оно будет в рамках моих задач, то вы тоже можете с этим обратиться. Еще одна тема, такая может быть экспериментальная, больше рискованная, это попытаться учесть зависимость между речевым сигналом и видеосигналом. То есть по факту эти два сигнала связаны между собой и что мы можем попытаться сделать, мы можем и так как речевой сигнал у нас требует меньше битрейта, мы можем по речевому сигналу пытаться реконструировать видеосигнал в каких-то простых случаях, например, в тех же видеоконференц-связях и когда у нас сигнал видео пропадает или когда битрейта не хватает, мы можем попытаться восстанавливать и реконструировать лицо человека по его звуковому сигналу. То же самое можно использовать и при сжатии, то есть мы можем этот же способ использовать для формирования синтезированного референсного кадра, который может быть использован при кодировании настоящего текущего кадра. Я приветствую, если у вас есть желание писать статьи, тут в зависимости от того, насколько у вас будет продвинут результат, есть разные конференции и я буду очень рад, если у вас будет какое-то желание не только написать работу, но в том числе поработать и с точки зрения написания научных статей. У меня все, если есть вопросы, меня легко можно найти по почте или на сайте ИСУ. Спасибо, Евгений. Вопросы в части пока не вижу, поэтому аккуратно передаю слово следующему докладчику, также из области или я бы даже сказал, наверное, можно сказать, что из научной школы Бориса Давидовича Кудряшова. Петр, вы с нами? Здравствуйте. Здравствуйте. Прошу. Слайды видно? Я хотел бы представить направление группы Евгения Бориса Давидовича Кудряшова и меня самого, связанные с методом от них устойчивого кодирования. Те из вас, кто в настоящее время слушает курс лекций Бориса Давидовича, наверное, и так знают, что это такое, но для тех, кто его каким-то причинам пропустил или еще не дошел, и я вкратце поясню, о чем идет речь. Вы, наверное, все замечали, что даже находясь в каком-то шумном вагоне метро, вам все равно как-то удается понимать, что же вам говорит собеседник. За счет чего это обеспечивается? Это обеспечивается за счет того, что человеческая речь обладает избыточностью. То есть далеко не любая комбинация букв или звуков является допустимым словом естественного языка. И именно благодаря этому, если присмотреться вот к тем странным словам, символам, которые написаны в начале этого слайда, после определенных интеллектуальных усилий можно понять, что это отдаленно напоминает известное стихотворение Пушкина. Но чтобы это понять, нужно приложить весьма ощутимые затраты. То же самое и происходит и в случае передачи цифровой информации между какими-то компьютерами. Для того, чтобы защищать данные от ошибок, возникающих вследствие воздействия, разного рода сторонних воздействий, шумов, нужно вносить избыточность, а для того, чтобы ошибки исправлять, нужно производить вычисления. И главный вопрос, которым занимается теория практикованных устойчивого кодирования, это найти компромисс между избыточностью, способностью исправлять ошибки и сложностью вычислений. История теории кодирования насчитывает уже более 70 лет, и ее приложение окружает нас практически повсеместно, начиная от избыточных дисковых массивов и заканчивая беспроводной связью. В частности, когда мы сейчас с вами общаемся через зум, наши изображения, они кодируются как минимум тремя различными способами. Какие методы использует теория кодирования? Она лежит на стыке теории чисел, линейной алгебры, теории графов и многих других разделов математики. И объединяя все эти разделы, а также естественно алгоритмы, получаются те самые информационные системы, которыми мы все с вами пользуемся. Что дает кодирование в этих системах? Кодирование позволяет радикально снизить вероятность ошибки, которая возникает из-за каких-то сторонних воздействий. Или эквивалентно снизить затраты энергии, затраты мощности, необходимые для того, чтобы обеспечить заданную помеху устойчивости. Что значит снизить затраты мощности? Это значит увеличить время автономной работы устройства от какой-то там батарейки или чего-то еще. Несмотря на то, что теория кодирования насчитывает уже много десятков лет, в ней остается огромное количество нерешенных вопросов, начиная от теоретических и заканчивая практическими. Несмотря на то, что известно огромное количество корректирующих кодов, огромное количество алгоритмов декодирования, каждый раз, когда кто-то пытается создать новую или систему хранения данных, или систему передачи информации, оказывается, что подходящих методов, которые были бы способны сделать эту систему действительно полезной, их, в общем-то, и нет. И приходится что-то делать или с нуля, или как-то дорабатывать. В частности, строить какие-то новые коды, обеспечивающие передачу данных с заданной задержкой, с заданной вероятностью ошибки, с заданными энергозатратами, разрабатывать новые алгоритмы декодирования, которые имели бы меньшую сложность, искать какие-то методы, которые позволили бы минимизировать сетевой трафик при восстановлении системы хранения данных и так далее и тому подобное. В качестве примера того, какими методами все это решается, расскажу вам про задачу декодирования кода Ридас-Ламо. С математической точки зрения эта задача сводится к построению многочлена достаточно малой степени, который проходил бы через достаточно большое число точек. Если степень многочлена равна числу точек минус 1, то все знают, что это можно сделать с помощью интерполяционного поленола Гранжа. Но если это не так, то все становится намного интереснее. Сейчас, как можно решить эту задачу? Оказывается, что для этого можно построить криву, заданную в неявном виде, которая проходила бы через эти точки, а затем попытаться покрыть ветви этой кривой соответствующими кривыми малого порядка. Ну и, например, здесь для этих семи точек нашлось две таких кривых второго порядка, которыми удалось ее покрыть, и они задают два решения задачи декодирования. Решения задачи декодирования представляют собой коэффициенты в этих многочленах. Ну вот, здесь получилось два решения. Первый – это один минус два минус два, второй минус два минус три, два. Это пример того, какими методами могут решаться задачи теории кодирования. Те люди, которые умеют хорошо решать эти задачи, найдут свое применение как в международных спецтехнологичных компаниях, как Huawei, Dell, Quantena и тому подобное, так и в российских структурах, занимающихся разработками телекоммуникационных систем и систем хранения данных. Кто мы и такие? Ну, Борис Давидович Подрешов расскажет про себя сам, и я вкратце расскажу, что я со своими студентами-аспирантами разработал метод кодирования данных для стандарта мобильной связи пятого поколения. Мы активно сотрудничаем с Huawei, EMC, студенты награждаются медалями Академии, Российской Академии наук, ну и тому подобное. Теперь вкратце про те задачи, которые я готов вам предложить. Большая часть этих задач связана с методами декодирования полярных кодов. Полярные коды это новый класс корректирующих кодов. Несмотря на то, что он был предложен всего лишь примерно 10 лет назад, он уже нашел свои применения в системах мобильной связи, в частности в том же самом 5G, но, однако, у него есть ряд серьезных недостатков, а именно корректирующая способность полярных кодов слишком плохо масштабируется. И поэтому что значит она плохо масштабируется? Это означает, что с ростом размерности блока кодируемых данных корректирующая способность улучшается не так хорошо, как хотелось бы. И это не позволяет использовать полярные коды для кодирования практически больших потоков данных. Поэтому стоит задача их как-то усовершенствовать. Я не буду вдаваться в кодовые подробности этих задач, вы можете прочитать про них в документе. Вкратце скажу лишь, что эти задачи связаны с применением принципов динамического программирования, с которыми вы, наверное, все хорошо знакомы, и с методами линейного программирования. Оказывается, что существует множество различных способов воспользоваться этими принципами, но для того, чтобы они были эффективными в данном конкретном случае, нужно их как-то адаптировать к задачам, то есть как-то адаптировать их к структуре полярных кодов. И именно это и предлагается сделать тем из возражаемых студентов, кого заинтересуют эти задачи. Если у кого-то возникнут вопросы, то я буду рад на них ответить. Ну, а про задачи, связанные с кодами на графах, про них подробнее, наверное, скажет Борис Давидович Кудряшов. Петр, а Борис Давидович сейчас Борис Давидович, тогда я передаю вам слово. Спасибо, спасибо. Меня видно и слышно? Да. Да. Я себя не вижу, но ничего. Ну, как уже сказал Петр Владимирович, он сделал замечательное введение в нашу тематику и сказал о том, для чего это важно. И вот мы с Бочаровой, с Евгением, мы представляем такую тематику, интенсивно работаем последние несколько лет над кодами, над графами. я не буду вдаваться в термины теории в отличие от тех многих задач, которые сегодня обсуждались, где обстановка задач и ее решения могут быть чему-либо общения повседневного языка, обличение болезней или улучшение транспортных проблем. Тут у нас напряженность терминологии, что надо пользоваться специальными терминами, чтобы объяснить, что мы хотим от студентов. Но основной акцент хотел бы сделать о том, что мы 70 лет, мы не лично мы, но в принципе существует примерно теория кодирования, и осталось много задач, которые кажутся простыми, а акцента нет. И вот современные технологии программирования, которыми занимается наша кафедра, они в принципе говорят так, что мы лучше всех решаем энтопонные задачи с помощью нейронных сетей, генетических алгоритмов. Наша тема, вот моя тема, которую я представляю, она для тех, кто хотел бы опробовать вот эти современные алгоритмы, современные методы перебора в решении задать теорию кодирования. Хотелось бы, чтобы совместными усилиями так оказалось, что мы на данной карте работаем, чтобы мы вместе сделали большие шаги в теории и практике кодирования. Пример тема оптимизации так называемых в общенных кодах смартфон плотности применения графовых методов и новых алгоритмов для вероятностного декодирования кодов. В результате, что можем обещать студентам? Можем получать, обещать большое удовольствие от новых мощных открытий, ну и более прагматичное это участие, финансированное участие в текущих проектах, статьи, докладах на конференциях и участие в нашей международной активности, к которой мы сами очень сильно вовлечены. Спасибо. Борис Давидович, там вас в чате просят уточнить, что такое современные методы перебора. А это я должен обратиться к остальным участникам сегодняшней конференции. Тут очень много Арина Буздалова рассказывала об этом и другие тоже. Есть генетические алгоритмы, другие алгоритмы. У нас есть несколько заданий. Мы даже на лекциях это обсуждали порой. И я всех убеждал студентов, что, скорее всего, это все не поможет. Но в прошлые годы, пока я работаю на кафедре, во-первых, во-вторых, уже есть маленький, но положительный опыт применения, скажем, симулятизм, тоннелинг, алгоритмы для поиска кодов. То есть уже есть сделаны первые шаги. И, собственно говоря, такой компетентный кафедр, я не знаю, есть ли еще где-нибудь на этой планете такое сочетание специалистов по теории кодирования и специалистов по быстрым алгоритмам, по словным алгоритмам, генетическим алгоритмам. Я думаю, что это удачное совпадение, и надо воспользоваться им. Я могу дополнить, что действительно это, условно говоря, все методы направленного перебора. Что касается полного перебора, который гарантирует сходимость, то это современные, ну, соответственно, SAT-солверы, CSP-солверы, те, условно говоря, методы полного перебора, которые просто очень эффективно реализованы и которые можно использовать. Да, да. Ну, тут в некоторых наших задачах полный перебор невозможен, ну, принципиально. но эффективные отсечения не могут быть предложены с нашей стороны, как бы, да, эффективные правила ограничения на поиск. И, с другой стороны, общие какие-то решения, общие, общие, из компьютер-сайенс в общее какое-то, вот, так сказать, понимание того, как надо искать на большом пространстве малое число оптимальных решений. Нас порой интересуются оптимальные решения. Мы не претендуем на то, чтобы... Мы даже знаем, что, скажем, почти все коды хороши, да, но ни одного никак не построить. Вот, нам настроят любой из них. То есть, вот, такие парадоксальные вещи, что формальное решение находится просто, но практически его не найти, вот это вот делает задачу очень интересной и амбициозной. спасибо, Борис Давидович. Тогда слово передается Алле Левиной, а кто будет следующий, разберемся чуть позже. Алле, добрый день. Я не уверена, видно ли сейчас мой экран? Пока экрана не видно. Да, сейчас ждем. А сейчас? Тоже нет? Видимо, можно четко... А, вот, вот, вот теперь появляется. Да, это потому, что не надо ломать макбук перед презентацией, не надо его ронять, поэтому сейчас все немножечко будет зависать. Всем добрый день. Я хотела бы рассказать про темы, которые могу предложить я и моя команда. Мы занимаемся криптографией. И на самом деле, если мы посмотрим, то криптография может быть доказаться, что что-то очень далекое, очень скучное и неинтересное, но на самом деле это не так. Криптография, она везде вокруг нас, в наших компьютерах, в наших телефонах, в наших проходках, в наших картах. И ее надо защищать. А защищать ее, вернее, прежде чем начать защищать, надо понять, какие уязвимости есть в криптографических алгоритмах. И современных криптографических алгоритмов, они продуманы настолько хорошо, что у них огромный запас прочности. И кажется, что они не взламывали. Не взламывали. Но на самом деле это не так. Потому что есть такая вещь, как атаки посторонним каналам. И это направление является в настоящее время самым перспективным и самым широко распространенным областью фотографии. И, наверное, все ведущие мировые фотографы занимаются данным направлением. Что такое сторонние каналы? Как ни странно, наш криптографический примитив, наша криптографическая система, когда работает, выделяет звук, потребляет ток, делает электромагнитное излучение, происходят ошибки вычисления, мы обращаемся к кэш-памяте. И вот все это сторонние каналы. И чем занимается моя команда? Мы анализируем эти сторонние каналы и вытаскиваем секретную информацию. И сейчас я приведу такой небольшой пример. это одна из последних работ лидера в области криптографии это Али Шамина. Те, кто слушали лекции по криптографии, наверное, прекрасно знают эту фамилию. И вот одна из последних работ его команды, что они делают? Они вытаскивают звук из комнаты, где есть вот такого плана лампы. Это не совсем криптографическая атака, потому что здесь в принципе нет никакой криптографии, это вот именно наглядность, что может быть сторонним каналом. И я хотела продемонстрировать это, чтобы вы поняли, что сторонние каналы могут быть любыми. И находить эти сторонние каналы это безумно интересно. И вылавливать эту секретную информацию еще более интересно из этого стороннего канала. Чем-то не нравится моя команда и что у нас уже было сделано. У нас был проведен ряд довольно-таки успешных атак на смартфоны на ринейке Android, на PC, там была атака на кэш-память, на AeroPayT-карты. Было опубликовано довольно-таки большое количество публикаций по данным тематикам. Что бы я хотела от студентов, которые придут в нашу команду, надеюсь, такие появятся. Это несколько направлений. Атаки на смартфоны, которые мы продолжаем, машинное обучение, два анализа снятой информации. Я немножечко сейчас остановлюсь на этом. Я знаю, что многие из вас интересуются машинным обучением. Когда мы проводим атаки на посторонним каналам и снимаем информацию, эта информация огромнейшее количество. И огромное время уходит на ее обработку. Вот здесь как раз нам нужно машинное обучение и нам нужна помощь ребят, которые разбираются в машинном обучении. Уже есть медистранты, которые работают именно в области машинного обучения в атаках посторонним каналам, поэтому вы можете примкнуть к их работам и проводить совместную работу. И на самом деле все ребята, которые работают в области криптографии, действительно очень отвлекающиеся, очень интересующиеся на работе работы, поэтому те, кто захотят прийти в эту тематику, я уверена, что вам понравится этот тип, вы будете увлечены данными исследованиями. Еще одно направление, которое у нас есть и немножечко стоит в стороне от атак посторонним каналам, это whitebox криптографии. Что это такое, я, наверное, не буду рассказывать подробно, те, кто интересуется, я всегда рада ответить и объяснить, а в двух словах я скажу, что это своего рода опуска, потому что когда мы используем криптопримитивы, ну, что наша цель, наша цель запрятать ключ, так, чтобы атакующий не мог его достать. Если мы прячем ключ, его надо как-то передавать двум сторонам, которые обмениваются информацией, и это очень тяжело, а вот спрятать ключ уже в саму информацию, так, чтобы его было невозможно оттуда заставить. Мы видим, как раз занимаются варить сроки и стандартами, ну, а так, как вы в основном все программисты, то я еще раз повторяю, это своего рода опускация кода, ну, или опускация криптографического примитива. Мы будем рады видеть в нашей команде как бакалавров, так и магистров, и те, кто хотят попробовать себя, вы можете начинать с курсовых работ, которые в дальнейшем могут перейти в дипломы и даже кандидации. Я готова ответить на любые вопросы, мы ждем всех, кто будет, кому будет интересна данная тематика. Я готова ответить на вопросы сейчас, спасибо за внимание. Спасибо, Алла. Пока вопросов в чате я не вижу. Всем спасибо. Поэтому давайте двигаться дальше. И слово передается Михаилу Лукину, а затем постихоньку переходим к машинному обучению. Здравствуйте, меня хорошо слышно? Да. Отлично. Я занимаюсь на данный момент инженерными и научными вычислениями. Также еще в сферу моих научных интересов попадает верификация и анализ кода. Соответственно, темы я даю на стыке того и другого. А именно темы по анализаторам кода для GP и GPU программинг. Если кто это вычисление общего назначения на видеокартах. Сама тема статического анализа сейчас активно развивается. А тема верификации в статическом анализе довольно активно развивалась в 90-е годы, а потом несколько заглохла в силу того, что провести для обычной программы статический анализ. Эта задача настолько ресурсоемкая, что для любой более-менее современной нормальной программы она нерешаемая. Но в силу особенностей вычислений на видеокартах, а именно того, что там требуется максимальная производительность, поэтому почти никогда не пишутся программы, которые не попадают в кэш-инструкции, не умещаются целиком в кэше-инструкции видеокарты. Почти никогда такие программы не пишутся, поэтому почти все программы для видеокарт получаются короткими. Но при этом они довольно сложные, так как используют массивную параллельность. Из-за этого их довольно сложно проверить руками. Иногда бывает сложно протестировать именно из-за параллельности. Еще есть такая особенность, особенно на видеокартах AMD. если мы например вылезли за границу массива, который мы выделяем в оперативной памяти видеокарты, нас за это компилятор никак не накажет. Например, компилятор Visual Studio довольно часто крашит программу в момент очистки памяти от таких испорченных массивов. В программе для видеокарты если вы вышли за границу массива, вы об этом узнаете, либо если это был конец видеопамяти, тогда у вас все зависнет, либо если у вас испортились данные. А вот таких помощников со стороны железа у вас практически нет. Вот. В прошлом году мы уже успешно защитили несколько дипломов по данным темам. Вот я намеренно не стал писать какие виды у нас задач, какие конкретно анализирующие правила вам предстоит реализовывать, потому что таких правил довольно много существует. Они есть как научные, так и есть технические, полностью инженерные. И есть что-то среднее. Вот. Поэтому для тех, кто заинтересуется, можно будет поговорить и уже определить, что вы будете делать именно конкретно под то, что вам интересно. есть еще такой пучок тем, который для видеокарт AMD. Сама компания AMD довольно сильно наплевала на разработчиков. Более того, если посмотреть на новое поколение видеокарт, они сказали, что эти видеокарты не для вычислений. Хотя на самом деле для вычислений они неплохо подходят. Кроме того, у них нет такого ограничения, как у NVIDIA, что мы не можем обычные геймерские видеокарты вставить в дата-центры. дата-центры. вы почитаете EULA на драйвер для NVIDIA, вы увидите, что драйверы серии GeForce нельзя использовать в дата-центрах. Поэтому программирование под видеокарты AMD в некоторой степени востребовано, но инструменты разработки довольно скудные. Поэтому у меня есть несколько тем для разработки именно инструментов разработки. Например, есть такая интересная тема, как компилятор, оптимизация при помощи профайлинга. То, что называется профайлинг гайдет оптимизайшн. Компилятор под OpenCell используется AMD в своем драйвере использует кланк, то есть компилятор с открытым кодом. Поэтому в принципе в компилятор можно вносить изменения, а также в те оптимизации, которые он сделает. Соответственно, можно прогонять программы под видеокарты и смотреть, что в них плохо и делать компилятор оптимизации с учетом этого. Также у нас в компании есть коллега, который по основному месту работы сотрудничает, работает на физфаке СПБГУ и в университете Мичиган Технологичу университете. Поэтому у нас есть темы для геофизиков. Эта тема инженерная и бакалаврская, она не очень сложная. В списке тем она написана. Нужно сделать ПО для пространственного анализа массива данных есть несколько математических алгоритмов, которые требуются реализовать. По этой программе есть прототип на языке R. Но такой полноценной программы не сделано. полученный сервис должен будет уметь работать с большими объемами данных. Возможно, даже придется писать на видеокартах. Понимать, анализировать, конвертировать основные системы координат, интерполировать разные данные различными методами, рассчитывать корреляцию, автокорреляцию данных на разных наборах, а также выводить графическое отображение этого всего. По этой задаче есть перспективы работы с иностранными коллегами геофизиками. Потому как когда наш коллега Леонид решал свою задачу, его при помощи вот этого кода спросили нет ли такого для более общего коллеги физики. Не все физики умеют программировать и писать софт для своих нужд. Соответственно вот у нас есть такая тема. Спасибо за внимание. Если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Так, спасибо, Михаил. Вопросов получается пока не видно. Я сейчас передам образы правления Виталию Аксенову и у нас остается видимо еще только темы по машинам обучения. Скажите, пожалуйста, если у нас есть другие руководители, которые хотят выступить, не забыли ли мы кого-то еще, кроме видимо видео от машинного обучения. Ну а пока вспоминают, я хочу студентам адресовать следующее послание. Послание заключается в том, что, во-первых, не медлите, пожалуйста, с выбором темы. Почему? Потому что, во-первых, хорошие темы могут быстро уйти, которые вам понравились по каким-то соображениям. Во-вторых, потому что, так или иначе, как происходит процесс? А распределенные системы сейчас, а кто спрашивает? Виталик, это твой вопрос или нет, я не понимаю? Нет, не мой, это кто-то другой спросил, я не знаю, кто это. Zoom room плюс 51. Хорошо, прости. Ладно, в общем, продолжаю свою идею. Идея в том, что сейчас как будет происходить процесс? Вы пишете руководителя, руководители или говорят вам, что давайте дождемся всех желающих и выберем наиболее подходящих студентов, или они вам говорят, да, вы нам безумно подходите, и тогда зачеркивают эту тему в списке тем. Руководители могут и не зачеркнуть списки тем, поэтому может случайно оказаться так, что эта тема уже занята. Адресуйте эти вопросы руководителя. Второй пункт. Темы можно предлагать самостоятельно, так называемая инициативная тема. Это предусмотрено положением о ВКР, то есть в университете есть положение, по которому мы работаем. Это положение подразумевает то, что вы в ближайшие полтора месяца имеете право внести тему самостоятельно, например, с работы, но для этого вам в любом случае нужен руководитель, устроенный в ИТМО. Это важный момент, который несколько лет уже действует, и руководители должны быть формально сотрудниками университета. Если есть сотрудник университета, который готов быть формальным или реальным руководителем, то, соответственно, ищите такие контакты. Никто не мешает вам предложить тему не только с работы, но и самостоятельно. Например, вы ко мне подходите и говорите, что «Бро, я много знаю о дискретной оптимизации формальных методах, хочу заниматься с адсолверами, но ты не занимаешься такими задачами, давай я буду заниматься вот этой задачей, связанной с САТом». Я такой «Воу, хорошо, давай». Вот. Соответственно, в дальнейшем я желаю только успехов и в первую очередь думать про то, про вот эти все проекты, которые были озвучены, как про проекты. Есть ли какие-то вопросы по в целом организации дипломов курсовых и так далее? Ну, а пока эти вопросы поступают, я тогда на сегодня с вами попрощаюсь, передаю слово Виталику и... Можно? Да, извините, что перебиваю, просто пока вы не ушли. То есть, по поводу формального руководителя, то есть, скажем, я могу найти какую-то тему, интересную мне, над которой хочется работать, допустим, в компании, но мы руководители от компании, он не сотрудник, соответственно, университета. И я могу попросить кого-то из сотрудников университета быть моим формальным руководителем по этой теме. Если он согласен за вас нести ответственность. То есть, смотрите, тема должна так или иначе соответствовать каким-то какому-то пониманию, как выглядят дипломы на КТ. И, соответственно, у руководителя так или иначе свое видение того, как это должно выглядеть, есть. Чаще всего руководители присутствовали при защите их дипломов и не руководили не один раз. Соответственно, очень много раз было сочетание, когда руководитель в ЭТМО, а консультант не в ЭТМО. Но для этого нужно, чтобы, например, темы по ВКонтакте, например, курирует Андрей Фильченков по машинному обучению. Если это просто какое-то программирование ВКонтакте, какой-то внутренней системы, то чаще всего это под тему не подходит, потому что это не научная и не обобщаемая деятельность. Деятельность, в первую очередь, должна быть обобщаема. То есть даже инженерная разработка, она, в общем и целом, должна нести какой-то смысл для того, чтобы эту работу прочитали другие, а не только разработчики в Комтакте. Это я привел как пример. А я ответил на ваш вопрос? Да, ответили. Последнее добавление было очень полезно. Спасибо. Можно еще вопрос? Конечно. Смотрите, кажется, что студентов намного больше, чем заявленных тем, и, возможно, какому-то студенту вообще не достанется никакой темы. И что с этим делать? Такой практики у нас обычно не было. То есть в прошлом году студентов, некоторые темы оказались не разобраны. Значит, и так повторяется каждый год. Почему? Потому что, во-первых, там еще есть отдельный документ на тему по машинному обучению. Я слышал, что там 90 страниц. Во-вторых, многие студенты действительно берут темы, аффилированные с компаниями и выполняют их под формальным руководством одного из нас. Надеюсь, что в этом году тоже не будет ничего страшного. Если у нас внезапно окажется такая ситуация, мы еще тем добавим, нальем на поищу. Хорошо, спасибо большое. Там вопрос у Олега. Какое алгоритм действия для выбора темы? Видимо, лучше что-то типа того. Каждый руководитель принимает... У нас действующее главное лицо это руководитель научный. То есть, да, конечно, у нас в конце будет соответственно предзащита, которая... Мы думаем на тему того, чтобы у нас в январе-феврале состоялась защита темы. Это тогда тот момент, когда еще не поздно поменять свою... Ну, то есть, там, крайний срок внезапно внести изменения в приказ. И если вдруг вы понимаете до февраля, где февраль это примерно самый крайний срок, январь-февраль, что тема вам не подходит или какие-то есть сложности неразрешимые, то можно как-то срочно менять тему. В феврале будет вот такая, видимо, просмотр на 2-3 минуты каждого человека, где он объясняет, чем он собирается заниматься и какие у него в текущий момент возможно есть результаты. В конце марта, в начале апреля будет первая предзащита, где вы записываете видосы и, соответственно, комиссия вас просматривает и дает вам обратную связь. Потом будет вторая предзащита по результатам которой будет принято решение о вашем допуске или недопуске к защите. Тоже с теми же самыми комиссиями, состоящими из сотрудников университета, факультета. И в конце будет защита, скорее всего, это июнь. В прошлом году это был конец июня. В этом году, опять же, все, что я говорю сейчас, не точно. Потому что корона по волне. Михаил? Это ты про бакалавров говоришь, а у магистров будет целый год ничего или что-то тоже будет? Магистры обязаны. Да, я говорю в основном про бакалавров. Как заявляют тема магистры, это отдельный вопрос. Они в первом году уже обязаны что-то заявить. То есть, у них должен быть там 4 года, 4 семестра. они сдают отчет магистранта, подписывают его у научного руководителя, обязаны, соответственно, с руководителем выходить на связь. К сожалению, примерно треть студентов на связь с руководителем выходит непостоянно. Так, какие там еще вопросы в чате, я не ответил. Там много вопросов. До третьего курса вопрос вот это предзащиты. Нам пока просто еще не объясняли, как это будет все выглядеть на четвертом курсе. Предзащита это тоже какой-то формальный процесс, это защита диплома в таком виде генеральной репетиции, когда еще можно услышать критику от комиссии и это поправить к только защите. Правильно это? Скажу вам по секрету, что основным моментом в защите является вторая предзащита. То есть это самое большое мероприятие, к которому надо готовиться. Потому что если вы случайно вторую предзащиту как-то не проходите, то вы к диплому не допускаетесь. Для третьего курса, соответственно, там это работа в лаборатории. Ну, во-первых, да, я не добавил, что большинство из тех тем, которые сейчас были названы, они подразумевают возможность трудоустройства в лаборатории. И в основном к третьему курсу это относится, что если вы еще не устроились в Яндекс и не ходите бесконечными строчками кода и хотите заниматься исследовательской деятельностью, то это глобально к нам. мы рады видеть тех людей, которым интересно заниматься именно научно-исследовательской деятельностью и, соответственно, обеспечивать вам стендии, гранты и вовлекать во всю нашу жизнь и движение. Про третий курс, ну, поэтому самое время начинать, это третий курс, но тем не менее третий, четвертый, пятый, шестой тоже с таким предложением мы вас рады видеть. Предзащита, соответственно, защита курсовиков это менее формальный процесс на третьем курсе. Я немножко раз на это ответил, но мне кажется, ответил. А курсовик это вообще что? Я просто до этого думал, что это по какому-то предмету надо взять и решить задачу не с открытым концом просто. В этом году в этот раз никаких формальных курсовиков нету, но есть практика на третьем курсе, правильно? То есть у вас там есть производственная практика производственная правильно, ее можно пройти в лабораторию. То есть вот в виде курсовика или в виде какого-то небольшого проекта, стартующего вашу научную деятельность, которая может переросли в бакалаврскую. То есть да, без того, чтобы это переросло в бакалаврскую, никакому руководителю это не очень интересно. Спасибо. посмотри на вопросы. И вопросы есть где-то? Давай попробуем. Каков алгоритм действия для выбора темы хаотичный? Одного из вас как можно будет выбрать, если будут представлять тему с работы? смотреть на список тем, которые есть в Голдоке и искать наиболее подходящего руководителя. То есть там, скорее всего, по машинному обучению это опять же Андрей, Ваня, Сергей Муравьев, если они согласятся. если не согласятся, то они соответственно вас будут отправлять дальше по списку. Если есть какие-то неразрешимые вопросы, которые вы с руководителем не, ну, со всеми руководителями не договорились, то обращайтесь ко мне, я, видимо, являюсь тем самым наименьшим общим предком. Что значит, что проект из компании должен быть обобщаемым? Посмотрите, пожалуйста, примеры темы в ИСУ или на сайте ИСФМРУ. Они выложены дипломы предыдущих лет. Скажем так, не все из них успешны, не все из них не получали на комиссии критику, но тем не менее, если вы видите текст диплома ВСУ, то это значит, что он защитил. Когда будет выложена запись этой встречи? Виталик? Хороший вопрос. Запись вроде идет, и там вот есть Евгений, который это записывает. Я думаю, он как выложит, пришлет ссылку. Я надеюсь, мне, и я дальше А у нас есть YouTube-факультеты? Нет, YouTube-факультеты нет. Хочешь, сделаем YouTube-лабораторию и выложим эту первую запись? Можно. Стыдно, конечно, но можно. Стыдно, за что стыдно? За качество. Нет, там вопрос от Олега Факуина, вопрос, как занять какую-то тему. Еще раз. Обращайтесь к руководителю, у каждого руководителя свой процесс. Он может устраивать интервью для каждого из обучающихся, ну, например, или дает тестовое задание. А кто-то может сразу вас обнять, сказать, что да, это любовь навеки, давайте делать диплом. Ну все, кажется, у тебя вопросы к тебе закончились наконец-то. Я рад вас вашей активности. Отдельный шот-аут Александру, который задавал довольно часто. Ну, Михаил, иногда и навеки. Как бы, как же, например, не знаю, Федор Царев и Анатолий Абрамович. Ладно, я прощаюсь на этом с вами и слово передаю Виталику, а Виталик курирует уже дальше машинное обучение и остальные темы. Спасибо. Спасибо, Вова, большое. Спасибо, что все тормодорировал. Значит, у нас остается сейчас не очень много, я думаю, здесь по большей части половина ждала следующих тем. Значит, нам сейчас Александр Бугровский и Талгат Галинжанов запустят видео, которые были засняты коллегами из лаборатории машинного обучения. Добрый день, коллеги. Видно видео? Всем привет, меня зовут Андрей Филиченков, я руководитель лаборатории машинного обучения. Сейчас наши коллеги и мои аспиранты представят вам темы дипломов. Нас много, тем еще больше. Если вы возьмете одну из тем, то кроме непосредственного руководителя, у вас также буду я, который будет осуществлять промежуточный контроль, помогать вам с решением разных вопросов и поиском направлений. Пока что я представлю две свои тематики. Задача маршрутизации состоит в том, чтобы доставить из одной вершины графа в другую вершину графа что-то наиболее оптимальным образом. Существует огромное количество классических алгоритмов, которые прекрасно справляются с ней в разных постановках. Однако все они страдают от того, что если с графом произойдет какая-то чертовщина, ну, например, ребро куда-нибудь выпадет или нагрузка поменяется, то решение становится неоптимальным и его нужно будет заново пересчитывать. Это довольно долго и тудаемко. Было бы неплохо, если бы мы могли разработать алгоритмы, которые бы перестраивали решение сразу же в зависимости от того, что происходит с графом. Это можно сделать в рамках мультиагентной парадигмы, когда задача решает не один центральный оракул, а несколько взаимосвязанных между собой, но довольно неоптимальных агентов, действующих независимо. Тема, которая предлагает эта тема мультиагентной маршрутизации на основе глубокого обучения с подкреплением. Идея такая, в каждой вершине будет сидеть свой агент, глубокая нейронная сеть, которая будет пытаться оптимальным образом выбирать, куда же направить входящую в нее посылку, в зависимости от того, что она знает об окружающей среде. Ее знания ограничены, она общается лечь со своими соседями по графу. Это довольно клевая тематика, которая уже проработана, то есть есть базовый алгоритм, который мы уже предложили. Здесь нужно будет предлагать более хорошие алгоритмы обучения с подкреплением, пытаться предложить алгоритмы общения между этими агентами, а также находить наиболее оптимальные векторные представления для того, чтобы задать граф правильно, потому что именно в виде векторного представления агенты и видят граф. Если вы возьмете эту тему, вы будете работать в команде, которая не занимается, а также можете претендовать на стипендию. Я, наверное, буду включать тему по очереди. Задача сжатия данных довольно проста. Нам нужно взять данные, сжать их, так, чтобы получить то же самое, но сильно меньшего размера, и чтобы потом это могло восстанавливаться другим алгоритмом, чтобы получить исходные данные. Мы будем говорить про сжатие без потерь, то есть то, что мы восстанавливаем, должно совпадать с тем, что было в самом начале. Есть большое число алгоритмов, которые умеют это делать хорошо и эффективно. В последнее время стали популярны глубокие сети. Та задача, про которую я говорю, имеет довольно специфичные ограничения. Мы бы хотели иметь возможность читать из произвольного места, а это значит, что мы должны восстанавливать данные из произвольного места. И это сильно ограничивает те модели, которые мы можем использовать. И в реальности решение будет выглядеть следующим образом. мы должны будем тренировать модели под каждый кусочек информации, который мы храним, специфичные, и затем использовать метамодель, которая будет выбирать на выходе и на входе, какую из этих моделей применить к конкретному куску данных. Звучит довольно сложно, однако в реальности не требуется прям глубокого понимания того, как устроена теория информации, теория кодирования. Зато будет большим плюсом, если вы принимаете глубокое обучение. Если вы решите взяться за темы этой тематики, то вам нужно будет работать с разными сетями глубокого обучения. Скорее всего, это трансформеров дело не дойдет, однако было бы неплохо, но скорее всего, это будут просто рекуррентные сети с памятью или сверточные сети или автоэнкодеры. Так или иначе, вам предстоит обучать много моделей, причем обучать не только модель для сжатия, но и модель для выбора моделей для сжатия, что добавляет дополнительный интерес. В этом проекте участвует несколько человек, и если вы возьмете за него, вы сможете презентовать на стипендию. Добрый день, меня зовут Смитальников Иван Борисович, я доцент факультета информационных технологий и программирования и заместитель заведующего лаборатории машинного обучения и т.м. У меня достаточно большой опыт руководства дипломом, я руковожу ими более шести лет. Все мои дипломники, которые выходили на защиту, за редкими исключениями получали отличные оценки. В этом году я представлю несколько тем, условно их можно разбить на две тематики. Первая тематика посвящена алгоритмам выбора признаков, которые являются семейством алгоритмов анализа данных и позволяют снизить размерность признаков описания объектов исходных наборов данных. Как можно догадаться, подобная процедура позволяет снизить расходы на хранение объектов, но также позволяет ускорить модели машинного обучения, а в некоторых случаях даже повысить их метрики. В целом алгоритмы выбора признаков делятся на несколько групп, но мы с вами будем заниматься фильтрующими алгоритмами выбора признаков, а если быть более точным, то ансамблями, построенными на фильтрующих алгоритмах выбора признаков. В целом алгоритмы выбора признаков имеют наибольшую применимость в областях медицины, биоинформатики, а также других областях, где требуется интерпретируемость от получаемых моделей, а также требуется четкое и хорошее понимание того, какие зависимости вы выявили и почему вы отсеяли те или иные признаки. Фильтрующий алгоритм выбора признаков здесь обосновывается тем, что в приведенных областях, особенно в биоинформатике, зачастую признаковое описание достаточно велико, и именно фильтрующий алгоритм выбора признаков позволяет добиться достаточной скорости работы с подобными большими наборами данных. Вторая условная тематика посвящена работе с командой ВКонтакте. На самом деле на данный момент пока до конца не ясно, какие именно темы будут представлены, но чего точно следует ожидать, так это того, что вас будут вести научные руководители как со стороны ИТМО, либо в моем лице, либо в лице наших студентов-аспирантов, хорошо разбирающихся именно в конкретной теме, а также будут вести сотрудники со стороны ВКонтакте, которые будут предоставлять вам доступ к необходимым данным, к необходимым моделям и производить какие-то дополнительные консультации, позволяющие вам гораздо более плавно входить в тему и плавно продвигаться по работе над дипломом. В целом, следует ожидать, что тем будет две или три штуки, они будут анонсированы примерно через месяц. Кроме того, если вы пройдете собеседование на данную тему, а они идут по предварительному собеседованию, то вы можете рассчитывать на дополнительную стипендию от ВКонтакте примерно с января по июнь в размере 20-30 тысяч рублей в месяц. Все студенты, которые в прошлом году прошли данную процедуру и защитили тему от ВКонтакте, получили подобные стипендии и в данный момент работают ВКонтакте на фуллтайм и параллельно учатся в магистратуре. Всем привет, меня зовут Арипа Садулаев, я занимаюсь машинного учения протяжением 5 лет, работаю на кафедре компьютерных технологий в лаборатории машинного учения и являюсь лауреатом премии имени Элиси Головича от компании Яндекс. И сегодня я предлагаю две темы, объединены общей тематикой это решение проблемы уязвимости Adversarial Examples данная тема является очень актуальной написано огромное количество статей как на тему того как проводить Adversarial Атаки и в том числе как защищаться от подобных Adversarial Атак данная проблема является одной из немногих которые обозначены строго и имеют критическую важность для развития машинного учения В нашей работе мы попытаемся решить эту проблему с помощью некоторых генеративных моделей следовательно во время работы нам придется работать с большим количеством частей к данного рода атакам и следовательно для этого будут применены такие модели как GAN вариационный автокодировщик Wasserstein GAN и другие модели позволяющие осуществлять стайл трансфер и подобного рода операции над данными в данной теме я заинтересован на все 100% так что наша работа будет вестись очень плотно и совместно и по окончанию этой работы планируется написать некоторое количество научных статей которые планируются быть опубликованными на топовых конференциях машинного учения всем привет меня зовут Арипа Судлаев я являюсь сотрудником лаборатории машинного учения университета ИТМО и занимаюсь машинного учения на протяжении 5 лет и в данной работе я предлагаю тему связанную с построением интерпретируемых моделей машинного обучения данная тема является очень актуальной и актуальной на первую очередь с практической точки зрения потому что на практике нам всегда хочется иметь некоторую модель машинного обучения поведения которое для человека максимально интерпретируемое и понятное Данную работу мы будем осуществлять работая с линейными моделями обучение этих линейных моделей будет осуществляться с помощью методов дистилляции так называемый метод линейной дистилляции. Так как линейные сети являются объектом изучения при проведении теоретических исследований в области машинного обучения, в данной работе существует потенциал осуществления какого-то теоретического анализа и получения в том числе и теоретических результатов для публикации в научной статье. На сегодняшний день уже существует опубликованная статья на данной теме в которой я описываю предлагаемый алгоритм и расширением данного алгоритма его нахождение пути его развития комбинирован с другими архитектурами в процессе данной работы мы будем заниматься и будем писать так сказать совместную научную статью которая планируется быть опубликована на какой-то топовой конференции машинного обучения. Дорогие друзья добрый день меня зовут сергей муравьев я являюсь ассистентом факультета информационных технологий программирования я кандидат технических наук со многими из вас мы уже знакомы по парам машинного обучения. В области моих исследований это автоматическое машинное обучение преимущественно применимая к кластеризации соответственно большинство моих тем посвящено именно этой области. В рамках одной из тем предлагается решить задачу оценки разбиений получаемых в результате применения различных к кластеризации данная задача довольно таки востребована потому что в большинстве случаев задача оценки разбиений на сегодняшний день решается экспертно также в рамках другой тем она и предлагается решить задачу автоматизации выбора алгоритмов выбора признаков и задачи кластеризации задач кластеризации на сегодняшний существует довольно немного алгоритмов выбора признаков а система автоматизации выбора подобных алгоритмов существует вовсе подобную систему для задач учения с учителем лая существенно усовершенствованному одним из моих коллег они кого предлагается делать нечто похожее для . стерилизации также помимо этого в качестве одной из тем пытается реализовать библиотеку на патч спарк поддерживающую автоматический выбор и настройку баринов кастеризации сами алгоритмы были предложены мной в рамках моей диссертационной работы однако хотелось бы брать все алгоритмы воедино в рамках какой-то интерпрайзной библиотеки которым он могут все нужно пользоваться в рамках данного проекта также планируется заявка на грант внедрение в частности сбербанк активно интересуется подобной разработкой так что помимо того что вы можете получить довольно таки интересную тему в качестве дипломной работы вы также можете на немножко заработать ну и наконец последняя моя тема с которой стоит немножко особняком это создание алгоритма выбора и настройки агрин в классификации использованием двух техник автоматического машинного обучения а именно символ оптимизации и активного тестирования предлагается объединить попробовать сделать синтез таких подходов вот так эта тема эту тему уже начинала одна из студентов нашей кафедры несколько лет назад она получила зеленые результаты но мой взгляд и недалеки от идеала и там можно еще много всего надеюсь кого-то заинтересовали данные темы возможно с кем-то из вас у нас получится плодотворное долгосрочное сотрудничество спасибо за внимание не стесняйтесь задавать его ваши вопросы добрый вечер меня зовут игорь бужинский я поздор по лаборатории мнл кт в туман и в университете алта финляндии темы над которыми я предлагаю работать затрагивать интересную область машинного обучения которая стала популярна лишь последние несколько лет это анализ надежности обученных моделей грубо говоря все началось с того что несколько исследователей обнаружили интересное свойство сверточных классификаторов можно подобрать незаметное для человеческого глаза изменение входной картинки чтобы классификатор распознавал ее неправильно котятки будут превращаться в щеночков и наоборот а далее оказалось что подобная проблема возникает почти со всеми глубокими нейронными сетями одно из направлений исследований которые изучают устойчивость нейросетей к подобным изменениям это их формальная верификация речь о том чтобы достоверно проверять некоторые свойства выхода нейросети при определенных ограничениях на входы в нашей лаборатории такая задача верификации сейчас стоит в проекте по обучению нейросетевого контроллера для распределенной доставки багажа настоящей задачи будущего пример утверждения которое хочется верифицировать может ли ожидаемое время доставки превысить заданную константу одна из тем более простая не включает в себе верификацию как таковую нужно визуализировать написанную на питоне симуляционную модель конверной доставки багажа что будет полезно для того чтобы понимать насколько эффективны различные алгоритмы обучения контроллера другие темы более сложные но и более интересные может быть вы гадаете зачем вам на линейной алгебре рассказывали про собственные вектора когда вместо них используют опорные или у вас на полке завалялась доказательства теоремы каши темы по верификации нейросетей позволят вам выйти за привычные рамки подбора хороших архитектур и признаков и вместо этого подобрать наиболее подходящие для поставленной задачи математические навыки так что если вам интересно пишите поговорим всем привет меня зовут вячеслав шаламов я являюсь сотрудником лаборатории машинного обучения в центре компьютерных технологий и аспирантом университета и тмо я занимаюсь научными исследованиями и промышленной разработкой более пяти лет являясь лауреатом научной премии яндекс этого года и сооснователем двух компаний в одной из которых занимают должность сетей сегодня я бы хотел вам рассказать про тематику auto ml применительно к нейронным сетям последние годы модели глубокого обучения добились большого прорыва и прогресс во многих исследованиях было показано что решающим фактором для конечной производительности является дизайн архитектуры нейронной сети исследователи разрабатывают различные сложные архитектуры однако эта задача все еще является экспертной и решается вручную индивидуально для каждой задачи последние годы появляется все большее количество алгоритмов для автоматизации тех или иных частей этого процесса я предлагаю темы дипломных работ в области поиска архитектуры нейронной сети переноса знаний в нейронных сетях оптимизации гиперпараметров нейронных сетей если вам это интересно пишите мне до связи здравствуйте меня зовут ефим валерия я учусь в аспирантуре и работаю в подразделении машинного обучения в унцкт работала в хуавей стажировала google создаватель двух стартапов диплом и руководил уже третий год даю тему по 2 большим направлениям генерации изображений по тексту и product placement про первое современные подходы позволяют генерировать изображение на основе текста не используя при этом какие сторонние источники данных результат при этом получается так себе объекты не похожи на настоящий и разрешение у картинки 256 на 256 такое качество нас не устраивает поэтому предлагается декомпозировать задачу большинство тем такие вот маленькие кусочки генерации изображения по тексту для создания изображения нужно выделить из текста кто или что в нем описывается в каком месте происходит действие но просто понять какие объекты недостаточно нужно поместить их на изображение вот у нас есть генерированный план куда и какие объекты поместить теперь нужно сгенерировать сами объекты высоком качестве разнообразные объекты с помощью одной модельки не сгенерировать поэтому воспользуемся имеющимися фотографиями объекта но мы хотим не все время наклеивать вырезанные из фотографии объекты возможно они защищены авторским правом хотим использовать новые уникальные хоть и сгенерированные на основе существующих с помощью порождающих соцседательных сетей очень вероятно что в базе не найдется фотографии полностью соответствующие тексту это нужно учитывать при генерации нового изображения нам нужно добавить в него детали из текста но на этом еще не все соединенные вместе части разных изображений нужно соединить гармоничные изображения должны смотреться естественно во всех телах в качестве бонуса предлагается акт внедрения за некоторые еще и оплата второе если вы смотрели кино и сериалы то наверное не раз видели как герой ну например герой идет по улице и рядом находятся рекламные щиты мимо проезжают машины или автобусы на боках которых тоже реклама обычно эта реклама мало знакомых нам брендов но можно автоматически заменять ее на локальную что позволит лучше монетизировать видеоконтент кроме того можно добавлять новые места размещения рекламы то есть рекламные щиты плакаты вам предстоит это сделать с помощью сверточных сетей и порождающих исследовательных моделей привет меня зовут татьяна полевая я являюсь аспирантом и исследователем лаборатории машинного обучения центра компьютерных технологий тму я сегодня хочу рассказать вам про область автоматической диагностики кожных заболеваний кожные заболевания доставляют людям немало неприятностей включая летальные поэтому задача разработки средств автоматической диагностики кожных заболеваний является областью активных исследований данная область содержит немало сложностей маленькие обучающие выборки несогласие дерматологов по каждому второму вопросу недоверие дерматологов к черным ящикам нейронок эти и многие другие сложности затрудняют создание хорошего решения автоматической диагностики кожных заболеваний но зато предоставляют интересные исследовательские задачи так что если вы хотите сделать мир немножко лучше и при этом позаниматься классными вещами вроде нейронных сетей вероятностных графовых моделей и механизмов внимания то пишите добрый день меня зовут виктор петухов я являюсь аспирантом второго года обучения тех лидом в компиляторной команде котлин of jetbrains последнее время я занимаюсь исследованием того как можно автоматически тестировать производительность компилятора это довольно актуальная область ведь от производительности компилятора зависит такие важные характеристики как время отклика в среде разработки или время сборки проекта по которым команда какого-либо проекта может даже сделать выбор в пользу того или иного языка тестирование производительности компилятора одной из главных задач является генерация кода обычно это делать довольно сложно ведь нужно уметь генерировать не просто произвольный код а симметически корректный код, чтобы найти случаи, когда на правильном коде компилятор работает слишком долго или потребляет слишком много памяти. С другой стороны, находя такие случаи, нужно понимать, является ли сгенерированный фрагмент кода, воспроизведающим какую-то ранее известную проблему, или же мы наткнулись на что-то ранее неизвестное. В прошлом году мы попробовали генерировать код для поиска перформанс-проблем в компиляторе с помощью алгоритмов генетического программирования. И получилось довольно неплохо. Генератор смог найти несколько актуальных проблем в компиляторе, например, обнаружить экспоненциальное время работы на коде с обложенными лямбдами справа от оператора плюс-равно, в зависимости от глубины вложности таких лямбд. С такой темой успешно защитился в прошлом году один из студентов. Сейчас в области генерации кода мы решили попробовать использовать машинное обучение, чтобы улучшить результаты, генерировать еще больше семантически корректного кода. С другой стороны, мы также хотим углубиться в то, как находить лишь уникальных представителей репродюсеров компиляторных багов. По всем данным темам мы планируем написать статьи, так что с большой вероятностью в конце работы у вас будет соответствующая публикация. На этом наши видеозаписи кончились. Если Андрей собирается нам что-то сказать, то самое время. Я могу ответить на вопросы, которые возникают. А описание всех этих тем, оно в каком-то отдельном документе находится? Так, описание тем оказалось очень много. Мы пока не справились с задачей его при процессинге. Но да, это будет отдельный документ, который к понедельнику будет доступен. Там есть темы как для КТ, так и не для КТ, как для дипломов, так и для курсовых. Сто страниц примерно. То есть нужно, видимо, было слушать то, что сейчас рассказывают, чем искать в 100 страницах текста, что по душе. Они хорошо организованы. Там хэштеги, названия, люди. В общем, с документом можно бы справиться. Кроме того, все эти видеозаписи будут лежать на нашем YouTube-канале. Вы сможете их еще раз присмотреть, еще до того, как будет выложено общие. У чего, у кого-нибудь вопросы есть к Андрею и его команде? Видимо, вопросов нет. Видимо, все хотят трое дипломы взять, судя по всему, как обычно, каждый год. Все все поняли, все все выбрали, понимаешь? Нет, ну, я чисто лично, со своей темой. Я посмотрел на те, которые сейчас предложены, и, наверное, напишу ВЛС, например. Ты же готов работать с инициативной темой, Андрей? Да, значит, я не сказал это на видео, но, в общем, я готов взять целого одного студента с инициативной темой, которая достаточно хорошо научна. Это не значит, что все остальные идут лесом. Опять же, у нас большое количество сотрудников лаборатории, но я вот могу взять только одного человека, иначе будет неэффективно. Так что обращайтесь. Если тема будет подходить не мне, но кому-то еще, я перенаправлю. Ну, все тогда. Спасибо. Видимо, раз вопросов нету. Спасибо, Андрей, большое. Да, всем спасибо. Хорошего дня. Ну, давай. Пока-пока. Ну, тогда что? Вроде все темы уже мы сегодня представили. Тогда считаю, что сегодняшнее заседание у нас заканчивается. Значит, скоро мы для третьего и второго курса будем проводить по субботам мероприятие под названием представление лаборатории, где каждую неделю будет рассказывать о чем-то свой кусок лаборатории. То есть не за пять минут, десять минут объяснить темы, а о том, чем они вообще занимаются и почему это вам может быть интересным. Вот. Это небольшой спойлер. Я не помню, в какую дату мы начнем, но мы начнем, наверное, по-моему, вроде где-то с ноября месяца. Вот. Вся дальнейшая информация будет выставлена, соответственно, ближе к дате. Запись я попрошу прислать ссылку, и вы пришли вам все, мы вышлю. Вышлю. Все. У нас все. Есть какие-то вопросы? Три, два, раз. Вопросов нету. Все тогда, всем спасибо.